И это у нас 2022 год, на дворе июнь, без кондея уже сложновато сидеть в квартире, поэтому из каких-то новых старых игр я решил попробовать поиграть во Frostpunk. Анонс Frostpunk 2, но нет пока четкой даты, насколько я понимаю, по крайней мере в стиме она отсутствует. И одной из причин, кстати, перепройти первую часть, есть такое фоновое ожидание второго Frostpunk. Не люблю ждать новые игры, потому что откладываются часто, плюс ваши ожидания это ваши проблемы. Ах, бесконечный режим. Что у нас есть? У нас есть огромное количество контента, сценарии, закоженные. Ё-моё. Ну я предлагаю начать прямо вот с первого, с нового дома, основной сюжет. А что за режим выживания? Активной паузы нет. Ха-ха-ха. О-хо-хо-хо. Чтобы уберечь цивилизацию от хаоса и разрушений, мы бежали на край света. Нужно приспособиться к здешним условиям, чтобы выжить. Кем мы станем в итоге? Режим выживания. Выживите, несмотря ни на что. Активной паузы нет. Игра становится очень сложной. Очень сложной. А ваш прогресс сохраняется только при выходе. А где... А можно сложность посложнее сделать? Там же еще были вот эти вот ползунки. Ты их тащишь, и они тащатся направо. Погодите. Погодите, они работают. Музыка шикарная просто. Сам геймдизайн великолепный. То есть вот эта вот гамма, вот эта вот озвучка, вот это вот все. Стилистика вся эта... Нет-нет-нет-нет-нет. Нам надо выжить. Это нам в следующий раз. Подождите, сохраните, выйти. Сейчас, подождите. Ну я должен сложность правильно поставить. Сценарий. Новый дом. А, настроить сценарий. Вот оно. Ну ставим просто. Сложность игры будет ниже, если есть право на ошибку. Мало трудностей. Средние. Обычная сложность. Встречаются трудности. Иногда можно допускать ошибки. Трудно. Сложность игры возрастает. Ошибок лучше не совершать. И экстрим. Игра станет сложным испытанием. У вас почти не будет права на ошибку. Конечно. Экстрим. Выживание. Погнали. Сейчас по ходу пьесы разберемся. Сохранение выживания. Ты знаешь, что это? Да, хотим, что. Вспоминаем. Я нихрена не помню, что там. Ветки, исследования, механики, фишки. Мы скитаемся по неподвижному холодному миру. Горизонта не видно. Сюжет. Владыки прошлого. Лишенные гордости и славы. Кажется, только вчера мы крутили колесо прогресса. Пока мороз не положил всему конец. Внезапно. Без предупреждения. Когда течения изменились, они изменились для всех. Независимо от социального положения. Мы проиграли наш мир в битве со снегом. Он замел последние следы. Мне кажется, громковатая игра, да? Человечество. Странное ощущение. Лето за окном. А сейчас начинает уже морозец пробирать. Со многими мы попрощались навсегда. А для оставшихся пришло время приспосабливаться. Это новая часть. Да, новая часть. Мы решили покинуть наши дома и отправиться на север. В 2018 году вышел. Новая часть. Мы скитались неделями, возможно, месяцами. Оставив позади все, что когда-то считали важным. Надежда. Мой компас земной. Медленно. Шаг за шагом. Мы знали цену этому путешествию. И мы ее заплатили. Сто кратно. Наконец, пришло время. Построить последний город на земле. Этот город самый лучший. Город на земле. Новый дом. Мы бежали из Лондона. И пересекли море, чтобы достичь морозного севера. В пути наш караван попал в метель и разделился. Некоторым из нас удалось... Надо улыбочку стирать с этого ехидного лица. Михаил, тут серьезно. Сейчас вещи будут. Детей в топку будем кидать. Люди будут умирать. Некоторым из нас удалось добраться до генератора. Он оказался обледеневшим. А вокруг никого. Куда все подевались? Выжил ли кто еще в метели? Есть ли поблизости кто-то еще? Что бы мы ни делали, стоит готовиться к худшему. Ведь миру, который мы хорошо знали, пришел трындец. Нам надо выжить. Так, ладно, друзья. Чатику отдельный еще разок привет. Спасибо, что присоединились. Али Жака, Аквейс, Джоки, Виталика. Это что-то новенькое. Это хорошо забытое старенькое. У меня память как у рыбки. Я забываю просто напрочь. Вот четыре года назад мы фростпанк начали. Там потом и доны проходили, что-то перепроходили. Но сейчас для меня, да, я вспоминаю. Сразу могу сказать, что подсказки не возбраняются. Не возбраняются абсолютно. Никаких фыф не будет. Если, конечно, вы не будете вертеть меня на это самое. Потому что в целом в свое время мы с вами вместе в фростпанке очень хорошо разобрались. И в целом прошли его и на максималке, без пауза, все как надо. И с Бонничем дуэлились. Все выше уровень был. Просто достигли успеха максимального. Ну, дуэль с Боннивуром считается просто вершиной карьерного роста. Вот. Но я за это время очень много забыл. Поэтому, если что, говорите. Погнали. Погнали. Блин, без паузы будет со старта. Очень тяжело, учитывая. А можно использовать паузу через строительство, да, такую? То есть не управлять, а задумываться. Так, борьба с холодом. Нам нужно, чтобы генератор работал. Он обеспечивает тепло и дает энергию для других зданий. Без него мы замерзнем насмерть. Накопите уголь на складе и запустите генератор. Это, видимо, первые... Ну, хотя минус 20, насколько я помню, минус 20 это не страшно. То есть домики построили, переночевали. Вообще, надо было первые трай с паузой брать. Потому что имеет смысл текст читать. Суприим, здравствуйте. Пивотехник, говорит. Краба поставил, пока не банят. Пора пройти без смертей граждан. Да мы проходили без смертей даже граждан. Не всю прям компанию. А вот когда разобрались, уже начали проходить. Так, стоп. Давайте-ка быстренько закинем людей на добычу, да? Как-то работает. В первую очередь нам нужны елки, насколько я понимаю, да? Сначала идет сбор. Строительство первой ночью. 50 сырой еды есть. Люди разбредаются. Холодно? Прям жуть. Стройка. А со скольки до скольки у нас... Что там происходит? Требуется рабочая. А, работа детей. Точно, законы же. О, мой любимый детский труд. Чрезвычайка. Чрезвычайка. Супец. Ёшки-матрёшки. Короче, это у нас книга сводов законов. То есть мы фактически формируем новое сообщество с собственными правилами. Всё для того, чтобы выжить. Лили Мкапут поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Добрый вечер, звездочка моя. Сегодня ты так ярко сияешь с небес. Хорошего стрима, мальчишка мой. Ты кто такой вообще? Какой ты? Ёпресс, это Лили Мкапут. Надо пробить человека. Что это он себе позволяет? Ещё пёс. Кто ты такой? Звездочка. А, вижу Пеку в пледе. Россия, Ростов-на-Дону. А это гусь. Гусь под грибами. Вот его профиль так выглядит. 29 лет, щегол. Зарегился 9 лет назад. То есть мы ответственны фактически за треть его жизни. Сейчас у него там хорошая погода в Ростов-на-Дону. Но это гусь под грибами явно. Единственное объяснение его поведению. Всё, до свидания. Лили Мкапут. Ты чё, ты чё нормальный вообще? Пил что ли? Пятница уже? Короче. Давайте вспоминать. Дети у нас могут выполнять большое количество... Да. Короче, детский труд, безопасная работа. Смотрите. Нам не хватает рабочих рук. Мы позволим привлекать детей к безопасным работам. Например, к просмотру стримов. После введения этого закона, следующий закон можно будет принять в 18 часов. Дети могут привлекаться к безопасным работам. Надежда немного упадёт. Работники и дети могут получать увечья из-за несчастных случаев. Ничего страшного. Дети, дети. Так, друзья, идёт... Можно ускорять, да? Вот идёт добыча. О, подождите. А исследование... А исследование можно исследование? Экономика строительства. Строительство. Потом люди разбредаются на добычу, да? Нам не хватает домов. Сколько стоят дома? Палатка. Базовый уровень тепла. 10 древесин. То есть нам нужно древесины собрать... Собрать 80. Ё-моё, я всё забыл! Сколько у нас добыча? 150 в день. Хорошо, дерева нам хватит и на дома, и даже больше. Желательно бы, конечно же, мастерскую бахнуть, начать исследование. А сапчик. Надо построить кухню, чтобы делать еду. Ё-моё. Пока собираем. Феликс Дев. Здравствуй, Беляк. Толстяш говорит. Мышкин брат, привет. Наконец-то вернулся. Супер игрухой буду смотреть. И-е-е. Голосование. Голосование привело нас к... Джокки подарил один премиум. А, Джокки, здравствуй. Спасибо за подарок. Джокки дарит всем Белякам подписку на ГГ на целый месяц. Так что приходите, регистрируйтесь и смотрите. Он отстреливает щеглов. Так, ну хорошо в целом. Конечно, кто-то поболеет, но чтобы работать при минус 20, это очень прохладно. Но... А во сколько у нас мина заканчивается по умолчанию? 18, кажется, да? И мы так где-то в 18 должны строить. Строить они могут до полуночи, если я правильно помню. Что мы должны построить, кроме палаток? Санитарный пункт, скорее всего, сразу как минимум один. Кухню. О, охотничья хижина. Мы таким образом будем добывать еду. Но пока у нас на день еды хватит. Посты добычи бы оформить. Дорожки построить, да? Да, так безопаснее будет добывать. Ладно, это все мы сделаем после первой ночи. Сталь добывается, лес добывается. А наверху что у нас? Куча угля. Но это попозже, когда уже похолодание. Холодание грядет сразу на минус 20. Эту сталь не добываем. И в целом какая динамика получается? По стали 60, по дереву 150. Почему по дереву вот такая маленькая динамика? Потому что ты сталь с приоритетом собираешь. Дурачины ты простофили. Давай инженеров отсюда уберем. А дерево побольше возьмем. Что стали, запас хорош. На домике сталь не нужна, насколько я помню. Сталь нужна нам на посты добычи, да? И на технологику. Это тоже чисто дерево. Да, да, да. Фэн подарил 10 премиумов. О, спасибо, Фэн. Благодарю тебя. Кажется, громковато немножко. Ну ладно. Сейчас, подождите, я не могу. Слишком громко. Потише сделаю звучку. Так, ну что, мы терпеливо ждем. Вспоминаем базовые механики. Добываем дерево, добываем. Добываем, добываем. Посмотрим, сколько леса у нас в результате придет. Без угля его ждет сюрприз. Не, уголь-то здесь есть. Просто сейчас на минус 20 тебе уголь особо не нужен. То есть, стартовать генератор на такой ранней стадии, я думаю, не стоит. Ну, то есть, это не особо критично. Я бы сосредоточился на добыче базовых ресурсов для начала и на старте исследований. Ну, уже день подходит к концу. Надо сейчас уже думать, как строится. Ну, будут ошибки. Я уже чувствую, что огромное количество у меня тут неопределенности. По первому радиусу делаем эти. Делаем палаточки, потому что их в первую очередь надо будет отапливать нормально. У санитарок, кажется, плюс единичка, да? Отапливание. Нет, такой же базовый уровень тепла. Кто же бы в первой линии построить? Последний час. Что дает премиум? Во-первых, отключает рекламу на канале, дает тебе зелененький цвет, иконочку перед ником, в смайлике канала. Короче, заканчивается смена. У нас почти 50 стали, почти 150. Дерево 150 с небольшим. Да, заканчивается. Поехали строиться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Обязательно делаем, 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 делаем что? Один санитарный получается, как минимум один санитарный. Ну, блин, не хватит. Ну, я зря остались, так собирал. Мастерская обязательно, но ее можно уже делать на следующем радиусе, я полагаю. Потому что мастерские, кажется... Да, уровень тепла 2, они такие, более автономные. Можно даже еще у нас на часть отодвинуть мастерские. А что по дороге? Давай отсюда тянуть. Ну, здесь поезд с добычей на... А сколько мастерских? Одна или две? А у тебя не хватает на все. Тебе... Либо сейчас сделать... Кухню, скорее всего, кухню надо делать. Кухня так, кстати, тоже весьма... Нет, подожди, у кухни какое отопление. Тоже базовый уровень тепла хреновый. Ладно, давай так. Что там за вопрос? Нет крыши на головой. Я обеспечу убежище для всех. Обещания даем. Сами люди это обещание мое и будут выполнять. Да, зря я столько стали начал добывать. Мне нужно было сконцентрироваться сразу же на добыче... Обеспечить убежище 80. Сделайте запасы угля. 200, включить генератор. Недовольство падает постепенно. Что еще? Мудрость толпы. Капитан, когда от вас что-то требуют, помните, людям обычно по вкусу самые простые и быстрые решения, они лучше. Не обязательно соглашаться со всем, о чем просят. Если найдете свое решение, отлично. Просто нельзя соглашаться, действительно. Они все правильно говорят. То есть, если ты соглашаешься и не выполняешь, это значительно хуже, чем данные, но не очень хорошие обещания. Все как в жизни. Отопление отключено. Да-да-да-да-да-да. Ну, я надеюсь, в дамаг... Нет, в дамагах хорошо, приемлемый уровень температуры, все ок. Давайте немножко ускоримся. В общем, инженеров сразу же надо будет уже новых. Ё-пэр СТ, ребята, добро пожаловать в древо технологий. Исследование сможем начать, к сожалению, только когда соберем еще 10. Вот вам... Короче, пока отопление не берем. Маяк пока нет. Быстрый сбор хорошо. Но сначала нам нужен лес. Где у нас там инженеры? Раз, два, три, четыре, пять. Очень неоптимальное действие. Ну, что ж поделать. Исследование нет. Исследование я должен поставить. Буду... Так, и сюда мы закидываем детей. На кухню. Да? Будем делать обычные супцы. Убираем инжей с остальных обломков. Убираем рабочих с стали. Докидываем сюда раз. Докидываем сюда два. Ну, посмотрим, к чему это все приведет. Инженеров в санитарку. Потому что уже есть больной. Обещания выполнены. Хорошо, надежда растет. Недовольства нет. Трое больных, но, скорее всего, их будет больше. Сейчас как раз время с часу до двух, когда формируются первые больные. Пять. Все, уже переполнен. Хорошо, шесть человек всего лишь. Надо запомнить. То есть, в целом, мы справляемся с одним санитарным пунктом. Джек, подчеркиванием уроками, подписался на премиум. О, привет, А2. А что внезапно Фростпанк проголосовали? Так, мы можем сделать чрезвычайную, но если мы играем без смертей, чрезвычайная смена, она... Мы раз только можем использовать ее. Без последствий. Но все равно мы в продленку идем. Кладбище не надо. Радикальное лечение пока рано. Бойцовская арена рано. Супец. Как вариант, чтобы с едой не зафейлить. Давай. Принимаем супец и с утреца. Фу, хорошо. То есть, сейчас мы добываем древесину тут же. Делаем, стартуем исследование, да? Голосование в настройках было. Ну, там было всего два варианта. Диабло и Фростпанк. Неудивительно, что... А, вот еще новые больные добавились. К сожалению. То есть, нам на следующий день нужно достроить как минимум санитарный пункт. Что здесь еще лечиться они будут 20 часов. В течение дня бы я еще достраивал санитарку на самом деле. Ешки-матрешки. А сколько вам в ломках? Сталь. Все равно надо сбор делать. В течение дня или нет? На следующий день. Сейчас пока собираем ручками, пока минус 20. Окей. Выходят на работу люди. Начинается добыча ресурсов. 5, 6, 7, 8. И... Добавляем исследование. Я думаю, что нужно еду идти. Исследовать. Улучшение снегоступа. Охотничья хижина. Больше сырой еды. Каждую... Да, это базовая наша потребность. Охотничья хижина. Дальше на 25 я бы... А что дети? Дети супец готовят. Смотрите, сырой еды конвертируют, пищевые пайки делают. Я бы сейчас в середине процесса бы... А у нас есть свободные люди? Сталь мы и так не собираем. Доступно 5 рабочих. Хорошо. Тогда вот этими 5 рабочими мы делаем второй санитарный пункт, получается. Ну, когда будет 25 дерева. Вот, есть 25 дерева. И туда закидываем инжей для того, чтобы вот эти вот 6 больных не конвертнулись в тяжело больных. Я бы достроил еще... Ну, надо будет построить охотничьи хижины. Сейчас детей надо выкинуть отсюда. Они уже справились. И... Что будут делать детки? Детки будут у нас собирать сталь. Или уголь. Давайте-ка вы по уголь пойдете. Реально. Чем теплее, тем у нас будет больше возможностей... Так, надо охотничьи построить, друзья. До утра следующего построить охотничьи хижины. А сколько у нас охотничьи хижины? Один сырой еды в день. Ну, мы улучшим. Там исследование, глядишь, успеем сделать, да? Бахнем чрезвычайную схему с... Да. Что там хотят? Разлученная семья. Сэр, после строительства мастерской к нам пришла женщина. Говорит, ее муж и дочь не добрались до города с основной группой. Она верит, что они еще живы. Эта женщина хочет присоединиться к первой же поисковой, которую вышли. Хорошо. Это еще маяк нужно строить. Ребенок ранен. Ладно, пусть не работает. На самом деле, мне некому строить. У меня есть только один рабочий, а остальные болеют. Черт возьми. Инжи тоже находящиеся дома. Это кто-то лечится. Здесь капец, как не оптимально у меня все. Надо будет сделать с третьей санитарной этой ночью. Потому что динамика будет у меня отрицательная. Е-мое. Картан, привет. Без смертей? Ну, пробуем. Но, скорее всего, не получится. Конкретно в этом трое. Голодные люди, но они решат этот вопрос. Ладно, что делать. Мотаем до шести. Лес под тырили, да? Теперь внимательно. Охотничьи, насколько я помню, можно строить прямо на отшибе, на отшибе, да? Они не нуждаются в... Раз, два, три. Дорогу соединяем. Не знаю, хватит ли. Ну, вроде хватает трех. Дальше санитарный пункт. Делаем третий. И туда инженера нужно будет отправить. И я бы еще под завтрашний день построил бы... Сколько осталось собрать? Еще на день. Плюс сталь. Да, давайте делаем постдобычу здесь. Улучшаем условия работы, так сказать. Их мы будем потом демонтировать, но тем не менее. Есть еще чуть-чуть. Возможно, оставить лес как раз на исследование. Потому что сейчас я бахну через вычайку. Можно посмотреть, где инженеры у меня находятся? Ага, вот здесь. Они там не нужны. Инженеров мы запихиваем во второй санитарный. Все, больные пошли. Часть больных этой ночью восстановится через 5-6-7 часов. Но новые больные, вот в количестве где-то человек 10, они должны распределиться... Отопление отключено. Я в курсе. Я в курсе. Минус 20. Ребята, вам что, холодно что ли? Вы что? Что вы как... Маленькие. Так, здесь убираем рабочих. Здесь убираем детей рабочих. Здесь убираем рабочих. Уже смотрим, как мы в охотничьи. Потом будем ставить их. И пошла первая охотничья хижина. Запас еды есть, но там же должно пройти какое-то время. О, можно ввести новый закон. Так, давайте, чрезвычайная смена. Врубаем. Недовольство сильно возрастает. Но, кажется, одна включена чрезвычайно. Кстати, отсюда надо убрать инженера, который... Который болеет. И закинуть... Кого закинуть? Того, кто не болеет. Гениальный Михаил. У тебя же инжей еще не хватит. У тебя 15 инженеров, а ты строишь здание. Чрезвычайно включил такую. Ладно, бери отсюда, ставь так. А здесь так. Так, новые рабочие охотники. Раз, два. Кто-то жрет, кто-то готовится к охоте. Привет, как Бея. Здрасте, друзья. Боннивур говорит, не слабо. Просто там смерть и скриптовая. От принятых законов. Получается, замкнутый круг. Смерти от плохого менеджмента не допуска. Ой, Боннич. Друзья, поприветствуйте Съездуна. Съездун, Олег его зовут. Ему предлагали дуэличку. Вспомнить, че как. Без смертей, без пауз, на максималке. Ну, че как пусечка. Закинули челлендж. Я вынужден был его отклонить, потому что сказали, что Боннич даже сдался не это самое. Ну, короче, я не знаю. О, кстати, хорошая фишка. Помните? Распределять хотя бы частично инженеров по санитарным для того, чтобы больные распределялись и не ходили... Ну, вы поняли. Короче, да, действительно есть скриптовые схемы. Если ты, например, два раза чрезвычайную смену прожимаешь, у тебя человек умирает. Но это известный скрип. И есть некоторые миссии, которые начинаются просто со смертей. Это понятно. Мы это все обговаривали в свое время. Так, ладно, сырую еду. Запас у нас какой-то есть. Голодные — это ничего страшного. Но древо технологии охотничественной режиме это вместо 11 у нас будет 16, да? Или сколько они будут приносить, говорили? 16, да. И мы за счет чрезвычайки и накопленных... У нас скоро лес закончится. Но не факт, что лесопилка. Я видел, там рядышком лес. Лесопилка вообще ходовая штука. Быстрый сбор. Все равно она уйдет. Давайте лесопилочку. Это такой ходовой вариант. Тем более первая кампания. Она не такая сложная. Тут не должны меня карать. За вот конкретно такие вещи. Талкас активировал премиум. А, Тулкас, спасибо большое. О, Роуч, здравствуй. Да, строимся, к сожалению. Сейчас новые больные будут появляться. Но кто-то будет и восстанавливаться. Видите, менее часа, около часа. Вот это очень хорошо. И вообще, может быть, имеет смысл, если больных мы уложимся в... Не, не уложимся. В десятку. Уйдет трое, а придет из два дня, капец. Потому что три инжа работают. Так, ладно. Охотники идут на охоту. Зио-зио Алекс поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Михаил, добрый вечер. Я видел, да. В сентябре выходит. В который раз? Ласт оф АС-часть 1. Обязательно буду перепроходить. Ждать ли прохождение от тебя? Ждать, ждите. Это прям... Там и графика поменяется. Видя хорошая. История проверенная. Прям я с удовольствием перепроеду до Ласт оф АС. Прям хорошо. Приятно, когда в продукт вкладывают такое количество времени и ресурсов. Хотя, подождите. Здесь же... Давайте-ка вот так сделаем все-таки. Этого сюда, этих сюда. Что хотят? Заботливая мать. Мать, перемать, отказалась отпускать дочь на работу. Опасает, что получит травму. Мы можем войти в ее положение, но другие сочтут несправедливым. Не будем делать исключение мать. Что ты? Охренели, что ли? Так, охотники уходят. Не достроили мы, к сожалению. У нас похолодание грядет серьезно. Вот к тому моменту надо организовать добычу угля. Охотники пошли. Чрезвычайная схема, она хороша даже для единоразового прожима, потому что фактически вы в самом начале увеличиваете эффективность исследования в три раза. На одной мастерской, что очень помогает, конечно. Шестнадцать день. А сколько мне нужно, чтобы прокормить этих супцами? Хороший вопрос. Что поедем? 50 в день, 65. Счет четвертый нужно построить. Потому что... А, нет. Это наш запас. Приготовление ноль. А там какая пропорция вообще у супцов? Два к пяти? Ну да, пять к двум. Так нормально, трех хватит вполне. Вообще ези хватит. Два с половиной умножаешь, получаешь... Даже двух хватило бы. Перестарался ее с охотничьими. Реально двух грейжен хватает для того, чтобы прокормить наших. Так, ну что, рабочие достраивают еще один пункт добычи. Туда мы сразу же закидываем народ. Убеждаемся в том, что нигде никто не сидит. Ну, кроме постов. А, вон, дети уголь собирают. Нехорошо. Одного ребенка на кухню. Восемь больных. В целом все ок. Сейчас начинается работа. Когда принесут первую сырую еду, я, пожалуй, выключу этот конкретно охотничью хижину для того, чтобы ускорить процесс сбора ресурсов. Потому что вот сейчас мне, например, явно не хватает добычи дерева. Что они там лечатся, блин. Сейчас вот как тикнет 16, я отсюда рабочих и тисну. И оставлю вот только эти две. Ну, что-то запас, по идее, есть. Давай уже, ну. Правда, кажется, после охоты они не будут работать. Эту механику фиксили. Почему 9? Почему 9, а не 16? Что за дела? Откидал. Ладно, в любом случае выбираем. Как там у нас пациент? 15 часов. Около дня идет на лечение. Свежачок. Так, ладно, запасы по лесу какие? 30, 50, и здесь пара кучек. Очень мало осталось. Так что лесопилка, наверное, в тему. Кое-как мы достраиваем пост добычи несчастным. И туда надо постараться закинуть людей. Желательно не больных. Выбираю свободных детей и рабочих не больных, но... Кто-то отдыхает после охоты, кто-то... Кто-то лечится. То есть перестарался я с охотничьими хижинами, надо запомнить. Еды так-то хватает. Все, оставляем эти две охотничьи хижины. Не трогаем там людей. Демонтировать. Можно, кстати, демонтировать одну, но... Я боюсь, что... Они тут только поболеют лишнего. А, и, как вы видите, добавляются у нас больные тоже после охоты. Их нужно распределить в новый санитарный пункт, если это возможно. Собирается есть, отдыхает. Такие необязательные люди. Ну что, собираем в постах добычи, и там потеплее будет. Приемлемо. Очень комфортно в мастерских, очень комфортно в хижинах. Но скорость ситуации изменится, потому что температура существенно снизится. Лесопилку изучили. Можем собирать лес. Можно попробовать готовиться уже через обогреватели к этому. Проводит центр слишком дорого. Обогреватели на посты добычи зайдут хорошо. И на лесопилке, да? Ладно, давай обогревателем. Пора готовиться. Много голодных. Возвращаются новые охотники. Один ребенок нормально работает. А динамика добычи какая у нас? Печальная. 67 леса. Ладно, разберемся как-нибудь. Все, вернулись. Инженеры в санитарном пункте помогают больным. Лесопилка стоит 10 дерева. И хорошо было бы, знаете, что сделать? Бахнуть лесопилку до похолоданий. То есть хотя бы одну лесопилочку бахнуть до того, как на следующий день придет... Придет... Трындец. Потому что вот эти вот кучи с лесом скоро закончатся. Новый закон. Продленную смену надо брать. Продленочки. Они повышают недовольство, насколько я помню. Да, с едой все ок. Две охотничьи с приказом просто за глаза за уши хватало. Сейчас могут из охотников новые больные появиться, к сожалению. Ситуация по больным только усугубляется. Очередной день подходит к концу, но... Что-то ресурсов я нихренашеньки не собрал. Я имею в виду лес. И может быть имеет смысл сделать пост добычи, но добыча угля уже под похолоданием. Сейчас надо очень внимательно вот это последнее дерево. Я бы демонтажнул все-таки охотничью хижину. Мы ситуативно получим ресурсы. Погнали. Погнали. Пока не похолодало, нужно сейчас все сделать как надо. Пост добычи. Черт, а уголь-то далековато. Может мы... Ну здесь только одна куча поблизости. Здесь две. Ладно, давай так. Еще 11 дерева потратить. Просто на то, чтобы дорогой соединить. Капец. Да, и мне еле-еле хватит на лесопилку и дорогу. Если хватит. Пошел демонтаж. Что по дорогам лишним? Есть ли у нас лишние дороги? Когда бунт? Да с таким руководителем, блин, я чувствую, бунт будет очень скоро. Или не строить лесопилку пока. Лест у нас есть. Еще в кучах. Отопление отключено. Да я в курсе, чего вы такие душнилые, не пойму. Ну ладно, давайте, погнали. Ну типа, чтобы больных было поменьше. На 4 часа гуляем. Надо было под утро включить. И давай лесопилку строим. Такая игра, конечно. Прямо обстановка. Так, уголь будем добывать. Здесь надо сразу смену хорошую бахнуть. Чтоб 6 часов начинали. Здесь тоже смену врубаем 6 часов. Недовольство возрастает в целом. И здесь тоже 6 часов. Врубаем. И здесь еще 6 часов. Круглосуточно работают только санитарные пункты. Насколько я понимаю, отсюда можно инженера было убрать и в санитарке закинуть, для того, чтобы динамика выздоровления была получше. В течение 2-3 часов выйдет 5 человек. Дальше еще 7, 16, 20 плюс. Но мы сейчас словим еще дополнительных больных. Уголек заканчивается. Думаю, с таким руководителем они передохнут раньше, чем взбунтуются. Там взаимосвязаны. Первая же смерть сразу там... Все, гаснет. Но они вообще в комфорте живут. Сейчас надо по обогревателям что-нибудь придумать. Так, выходит народ. На их место подходят новые. Около часа, меньше часа. 10 человек. Да ладно! Не может быть! 10 больных. Так, а сейчас будет похолодание, друзья. Я в мастерскую закидываю народ. И готовлюсь включать обогреватели, которые у меня даже не исследованы еще. Что ж! Удачи нам. Лесопилку даже кто-то умудряется строить. На угле все больные. Блин, сейчас минус 40. А сейчас минус 40. Начнется жопа без обогревателей. Ну что, с богом. Да, вот это же... Все. Больные. Оказывается, мне нужно было... А могу я включить? Можешь включить обогрев, но это ни к чему не приведет. Ну все, у нас отключились санитарные пункты. Для того, чтобы они подключились, нужно обогреватели сделать. Минус 40. И вот это уже трындец, конечно. Начинается работа. Так, давай инженеров пока уберем. Пока у нас следование не готово. И на уголек. А, строят. Ну вы, конечно. Генератор не работает. Я в курсе. Обогреватель. Чуть-чуть я с обогревателями не... Так, инженеров пока сюда. Пусть лес добывают. Ну а что делать? Потом надо включать обогрев на кухне. И в трех санитарных пунктах. Или в двух... Нет, в трех санитарных пунктах. Что по законам? Так. Радикальное лечение, поддержание кладбища. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Подождите, подождите. До арены еще рановато. Радикальное поддержание жизни. Погибнуть из-за несчастного случая. Давайте бойцовского арена. Мне ее нужно будет строить. Ждем исследований обогревателей. За это время вот эти вот больные в тяжелобольных, наверное, конвертнутся. Ну я начинаю вспоминать механику, друзья. Обогреватель надо было чуть-чуть пораньше сделать. Двойные пакет для детей. Охренели что ли? Щеглы. Уже откровенно холодно. Нет, это проблема. Поздно я обогреватель сделал. То есть лесопилка не нужна была так рано. Обогреватели нужны были. Играет грустная музыка. Я могу... А, подожди. Я же могу включить так. Убрать так. Хотя бы десятку закинуть сюда. Ще же обогрев дойдет до санитарок. Пока он сейчас стартанет, но он дойдет, да. А какой расход угля у нас? Динамик что по углю? Хватает, да? И на обогрев хватит. Окей, давай так. Ну хотя бы сейчас из... Во, пошли лечиться. Ну и потом тиснем сюда. Ну это все равно так себе, конечно. Ситуэйшн. Готово. Исследование. Подключаем обогрев санитарки. Подключаем здесь обогрев. Подключаем здесь обогрев. И здесь обогрев. Выбираем новые исследования. Ха-ха-ха-ха-ха. Так. Быстрый сбор, наверное, да? На 15%, кстати. Неплохо. Ребенка тоже. Пусть он хавчик сконвертнет. И у нас больные распределяются. Но это все ерунда. Потому что сейчас я вместо вот этих вот 15 старых больных получу себе триндес как много новых. Инженер собирается есть. Ты охренел? Ты охренел? Ты охренел? Как же трое больных, которые... А что по добыче угля? Не хватит нам с такой динамикой, да? Ладно. Переключимся на персональный обогреватель. Выключим генератор. Почему-то его сейчас... Выключай. Давай вот так вот. Так же будет лучше, да? По экономии. Ой, хуже. Нет. А может он все еще потребляет? Скорее всего все еще потребляет. Да, генератор потребляет. Видите, генератор... Обогревателей 9 штук, они 120. А генератор сам 140. Его бы на ночь запустить. Но сейчас в течение дня... Какой смысл? А, подвинька, пожалуйста, вебку на количество... Сейчас, подождите, друзья. Сейчас я двигаю, двигаю. Уп. Нормально? Все, еду-ка навертнем. Лесопилка на будущее у нас есть. Больные болеют, рабочие работают. Продленные смены, все как мы любим. Но сейчас покомфортнее стало, видите? Прохладненько, но не холодно. Так, дерево закончилось раз. Дерево закончилось два. Сталь мне нафиг не нужна. Я бы добавил... Сюда, народ. Выключаем генератор. Запаса нам хватит на 20 часов. Окей. Почему он был включен? Я же его выключал вроде. В 20.00 надо будет перенести инженеров и... Ну, конечно, механики здесь трындец. Это только знакомство просто. Так, борьба. Построить бойцовскую арену. Время еще есть, да? Здесь тоже дерево закончилось. Последний ящик. Но в целом у нас есть возможность Дерево добывать На лесопилочке. Наверное, я отсюда утащу народ В конце рабочего дня И сосредоточимся на добыче дерева Здесь Также есть, наверное, потребность построить... Потепление там будет дальше. Нормально живем! Все! Ситуация... Кто-то там писал... ГГ уже! ГГ! Все, Михаил там все... Бесячие вот так вот писали. И что? И что они скажут? Настальву я потихонечку Хотя бы детьми подобывал бы. Потому что их все равно На лесопилку не отправить. Так, этих отсюда сюда. Давайте, ребят, выздоравливайте. Генератор пока работает. Может быть, даже, кстати, Включить генератор На ночь. То есть, дожечь последний уголь. 19 часов. Ну, потому что через 8 часов У нас уже пойдет добыча угля. Погнали. Сколько хватит? 9 часов. Все, хватает. И мы сейчас просто в комфорте поспим, понимаете? Сейчас Вот этот холод в домах Он у нас немножечко Как раз, когда люди... О, видите? Уже прохладно. Еды хватает. Динамика правильная. Дети, да, будут сталь. Потом демонтируем мы это все. Скорее всего, демонтаж отложим На более теплое время суток. В 6 часов надо будет перекинуть народ. На исследование не забыть. Возможно, даже... Ну, я не могу мастерскую следующую делать. Там мастерская одна типа 100%. Да, вот вы строите одну мастерскую. Она дает условные там 100% скорости исследования. Следующая 40, 30, 20, 10, 10, 10, 10. Любая следующая. То есть, в целом, мастерских имеет смысл добавлять. Ну, одна must have. Две, три хорошо. Четвертая уже так... Пятая уже там стандартная. Ну, то есть, больше бонуса не будет. Но в мастерских могут работать только инженеры. Инженеров у меня всего 15 человек. Инженеры могут работать в санитарках. Они могут работать как обычные рабочие. Но обычные рабочие не могут работать в мастерских и в санитарных пунктах. Поэтому, если не будет соответствующего там закона, например. Кажется, есть такие. Так, ну и что мы делаем? Детей на сталь. Греемся. Точно мы сможем продержаться. На 5 часов 40 минут. Да, хватает. Потому что в 6 у нас начнется... Так, 15 больных, 16 больных. 17 больных. 19. Да, ситуация, конечно... Сложно ее назвать контролируемой, да? Тут 5-6. Тут 2-4 ближайшие. 2-4. То есть вытаскивать надо откуда-то отсюда скорее. Ну, надеется, что больных больше не будет. Пошла добыча угля, смотрите. Нет, что-то не пошла. А можем мы выключить здесь обогрев, чтобы... Да, все, сейчас мы в легком плюсе. Тютелька в тютельку работает добыча. А-а-а, погодите. Я же должен отапливать еще и... Короче... Надо... Чтобы добыча угля у нас была на 100%. То есть мы убираем тех людей, которые работают. Добавляем тех, кто гарантирован на здоровье. И получаем хотя бы какую-то положительную динамику. И какое-то, ну, более-менее терпимое условие. Ну, больных уже 8. Надо санитарки сделать еще. Но для этого инженеры мне нужны... Я уже так в... В заложниках уже нахожусь. То есть вроде исследования, минималка, мастерские. Ладно, для временного... Рабочих для этого нет. Потому что они болеют. Видите, на строительство я отправлю частично. Так, хорошо. Что делать, что делать, что делать, что делать, что делать? Что делать? Маяк экспедиции. Быстрый сбор нам поможет... Уголь собирать лучше. Ну и с этими мы расправимся быстрее. С последними кусками стали. Демонтаж отложим на потепление. Но до потепления нам нужно что-то сделать с больными людьми. Что-то с ними сделаешь. Пристрелить. Да я думал о радикальном лечении, но... Это смерти, насколько я помню, по механике. Какая жесть. Ну и кое-как строим санитарку одну. Надеемся на то, что... Будут постепенно люди выздоравливаться. Но это такая очень... Наивная позиция. Так, ну ладно, хорошо. О! Дети закончили здесь собирать. А куда их можно привлечь? Одного можно на этот. Здесь остальные можно будет тоже так поактивней. Демонтаж только... Так, следовательно. Ааа, что у нас есть по... Где здоровье? Только следующий тир, да? Следующий тир. Теплица, улучшение санитарного пункта. Барак. Паровой центр. Очень дорого паровой центр. Наверное, маяк. И искать новых людей. Мне бы инженеры помогли. Если бы я сделал маяк. Динамика по углю норм. Даже лучше, чем норм. Кто-то выздоравливает. Но очень медленно. Все, еще 4 человека не готовы. Я бы еще убрал... Нет, ладно. Они здесь, по крайней мере, не так активно заболевают. Ладно, больные на границе. Идет на лечение около дня, 3 дня. Не забыть закинуть из мастерской, как рабочий день закончится. Здесь немножко леса дособираем. Лес еще здесь добывается. Уголь собирается. Окей. Демонтаж позже. Что по углю, кстати? 300 и 300. Хорошо. Ладно, мотаем. Тайм оф. Через 2 часа, через час уже мы с вами убираем инжей с исследований и отправляем их на регулярные наши... Раз, два, три, четыре. И одного инженера, чисто чтобы он принял больных. Что по новым законам, друзья? А, я бойцовский еще должен сделать. Давайте детский труд. Хотя не могут умереть на этих. Ну, это кладбище хорошая тема. Дешево сердитым. Не отключаем отопление вообще. Инжа сюда. Принимаем больного. Инженер идет на работу. За ночь здесь трое вылечится. Здесь никто не вылечится. Здесь парочка вылечится. 15 человек распределены. Пока динамика такая, что... Ну, сейчас новый появится. Хорошо. Санитарный пока не отапливаем. Ну, вот сейчас опять вопрос. Да, видите, появляются новые. Собираются есть. 19 человек больные. Болеет. Это трындец просто. 21. 22. 23. Слышен плач. Женский. На этом мне просто не хватает угля. И надо опять Инжей вытаскивать ради исследования. Хотя бы какое-то количество. Ну, тут трое сейчас выйдут. Поехали исследовать. Менее часа. 20 человек. Мать моя женщина. Как же быть-то? 24 человека болеет. 26. Не, я понял, где я накосячил. Конечно. Попытаемся дожить без смертей до... Инженер отдыхает тоже. Мне очень нравится. Попытаемся дожить до потепления. Глядишь, там за два дня мы сможем стабилизировать ситуацию с больными. Сейчас уже напрашивается какая-нибудь тема, типа пятый санитарный. Да, ну ничего-ничего. Ничего страшного. 26 человек болеет. Здрасте, пятый санитарный. 15 Инжей офигевают просто от менеджмента этого. Вон их мастерская. И пять санитарных пунктов. Суммарно там должно быть находиться 30 человек. А их 15. Они работают круглые сутки. Днем и следуют. А вечером лечат. Так, стальные ресурсы закончились. Да и дерево сейчас тоже закончится. Здесь освободится... Освободится народ. Я бы сразу, на самом деле... Во-первых, убрал бы детей. Вообще, можно поменьше, наверное, работать. И тогда они меньше будут ходить. Больше будут в домах сидеть. Демонтаж, опять же, откладываем на потепление. Угля нам не хватит, кстати. Так что ты посмотри, пожалуйста. У меня мастерская, оказывается, была неотапливаемая. Так, надо здесь поменеджерить больного. Что-то не получается ничего. Ну, как бы... Как-то так. Качество еды. Три дня. Раздобыть обычных пищевых пайков. А у меня нет обычных пищевых. А, недовольство. У меня сейчас накал. Я же... Че, там недовольство максимальное? Меня сейчас выгонять будут. Нормально. Давай, чертежные. 35 стали нужно, оказывается, да? Маяк где-нибудь бы запилить. Холод в домах, непригодная пища. Ладно, давай обычную. Ой. Народ в бешенстве. Сэр, люди крайне недовольны вашим правлением. Восстание против вас может разродиться в любую. Нормально. Что вы начинаете? Клант поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Так. Наконец, что-то кроме диблы. Диблы. А, вот так вот нужно, да? Бойцы узкорены надо еще построить. Так. 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 Зачем я прямо сейчас взялся, правда, это делать? Так. А что нам поможет... Пап, наверное, да? Посетители пабы испытывают меньше недовольства. Погнали. Че-то мне не нравится ситуация. Все на грани просто. И ресурсы это, и то. О, крас. Классно. Че-че-че-че-че-че-че. Два дня до ГГ. Построим, откроем. Там, глядишь, потепление два дня. Не забудь в 20... Ну, он выздоравливает люди. Так, убираем инжей. Закидываем их сюда, закидываем их сюда, закидываем их сюда. Пока что так. Тяжело больных пока нет. Ребята, ничего не знаю. А что по поводу паба? Сколько он стоит? Вообще изи. Паб, насколько я помню, еще прекрасно обогревается. Его можно тоже делать где-нибудь... Он типа автономный, если я правильно помню. Хотя, пока они будут идти в паб, у них могут возникнуть вопросы к погоде. Не помню, как это работает механикам. Нет, кажется, паб можно под... О, стендбай, привет, стендбай. О, днем работает, ночью лечит, недовольный. Вот вам паб. Да? Да. Этот пьяный инженер, который врывается в санитарку с какими-то безумными криками. Ну что, нам нужно до потепления продержаться. При этом угля нет, а нужно отопление здесь включать. Бойцовскую арену достроили, выполнили. Аж недовольство падает. Надежда растет. Надежда. Растет, растет. Дальше выстраиваем маяк. Нужно будет исследовать мир. И строим ночью паб. Под покровом ночи строим паб. Пациенты долго. Тут только один выздоравливает. Тут долго. Тут двое выздоравливают. Все помещаются в 20, но сейчас как раз время новых больных. Уже 21. Ловите, Михаил. Есть. Надежда растет. Паб сделали. Но как-то это полумеры нам вообще-то. Маяк построен. Маяк. А маяк Акапян. Тут дизайн игры просто шикарный. Кажется... Ой, мы сейчас сможем больных отправить в разведку. Я помню эту механику, если не пофиксили. О, точно! Маяк же позволяет больных отправлять. И они нормально там ходят по этому... По тайге. По тундре. По... По тундре. Что у нас? Пропавшая экспедиция. Жуткая пещера. Пропавшая экспедиция. Отправить сюда разведчиков. Формируем разведчиков. Сколько? Леса 40 нужно. Да. А я бы прямо сейчас их отправил бы. 40 леса. А если мы это не будем строить, отменим. Сколько мы вернем? 25 не хватит. Дороги попродавать. Так, отмены. Еще где-то найди, пожалуйста, чуть-чуть. Вот отсюда вот. Оп. Придется разобрать эту штуку. Д, демонтаж. Но дорога прямо сразу сносится, понимаете? Ладно, ждем демонтажа. Ребята в 5 утра сейчас подемонтируют. Да, я понял. Да, да, да. Готовы. Это очень хорошо, что вы готовы к поискам. Я не готов. А я не готов. Слушайте, а больных-то не стало больше за ночь? Мы как бы продержались как-то? Правда, опять придется сейчас на исследование инжей. Эти демонтируют. Как только демонтируют, сразу лес появится. Ну, лес появится, правда, сразу здесь. Налечение, налечение. Давай, 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 давай. Все, есть. А как мне отправить людей? Мне нужно выделить людей, которые болеют, да, из рабочих. Налечение, 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 налечение. Отпусти и забудь. Лучше в экспедицию. Как сарифмовать? Бонич не хватает. Отправили больные. Нет. Как? Стоп, подожди. Откуда вы пришли? Как 11? Откуда вообще не появились? Да ну нафиг. Ребята, вы чего? Мне еще нужно кладбище сделать. Но вот эти вот 11 человек, это трындец, конечно. Три сверхурочки мне нравятся. Да, ну давай так. А, слушай, мы реально могли сверхурочки убрать, но у нас их не так много. Самогон, дом удовольствия. Самогон, что каждая выдача еды снижает недовольство. Отличный самогончик. Откуда эти люди? Откуда эти больные люди? Короче, надо все равно восстанавливать один санитарный, чтобы тяжелых не было. Около дня идет на лечение, около дня идет на лечение. Это охотники, видимо, пришли, да, у нас так? Да, это охотники пришли. Это один из больных охотников пришел. Ясненько. Вот сволочи. А может это следствие моего строительства и демонтажа ночью в минус 40. Есть подозрения. Не точно, конечно. Так, а у нас еще проблема с этими, с добычей. Детки болеют. Да не, вот это вот, вот это вот очень плохо. Как-то мне нужно до ночи продержаться. Там будет минус 30, это же попроще динамика будет. Сверхурочка здесь убрали, здесь не можем убрать. Можно сверхурочную здесь убрать. Восемь больных выздоравливают, я надеюсь. Так, а что с углем делать? Все запасы как? Не, нормальная динамика. Там-то немножко экспедиция через 2,5 часа. 26 новых больных. Ну, в смысле, 6 новых больных. Прям горит. Это как будто, как будто очень плохо. Новые те расследования, а толком? Не, надо сейчас замедлять расследование и... И пытаться сейчас инженеров просто на... Хотя что-то может быть интересно на этом серии. Генератор лучше, больше разведчиков может быть. Склад, угольная, угольная, стеной, лесопилка, еда, здоровье. Сейчас и здоровье санитарка на 10%. Я вертел. Барак, на это нужно огромное количество леса. Теплица есть одна, у нас одна ядро есть. Не, короче, морозим на сутки исследования. Нам нужно сейчас по-быстрому... Во-первых, сделать санитарку. В минус 30 демонтажнем. Видимо, вот этот пост с добычей. А, у нас уголек еще заканчивается. Капец. Приехали. Так, нашли что-то. Выживший, класс. 9 инжей, четверо детей и 22. Сопровождаем выживших, чтобы не было мертвых. Можно попробовать, знаете, что сделать? Убрать здесь чрезвычайку в 20.00. Ну и типа мы такие хорошие получаемся. Здесь убираем чрезвычайку. Недовольство надо снизить, чтобы нас не похоронили. Сделать место под похороны. Недовольство снизить, недовольство снизить обязательно. Но пока уголь накапливаем. Недовольство падает. Есть. Ну что, избавились от недовольных. Врубаем снова схемы эти. Ну, короче, не чрезвычайные, а, ну, в общем, вы понялись. Ну а что? Надо уметь в политику. Как бы я... Что я? Что я могу сделать? Демонтаж под утро. Можно, кстати, попробовать ничего не это самое. Не строить сейчас особо. Ну, кроме санитарки. Есть. Вернулись люди. А, кстати, люди вернулись. Ой-ой-ой-ой. Я что-то не подумал, что для этих людей мне сейчас нужно дома обеспечить. Воссоединение. Вид родственников, которые нашли друг друга после стольких лишений, греют души. Но неужели поблизости нет других поселений? Первые экспедиции были отправлены из Лондона уже давно. Поселенцы уже наверняка где-то обосновались. Они обязательно помогут. Но это обязательно. А, у меня жуголь закончится еще под утро. 666. Охренеть. Четыре дома. Сорок голодных. Ладно, голодных накормим впритык. Я в такую тему вписался просто. Инженеры новые, ребята, давайте, лечите. Ой, лечите. О-о-о-о. О, вот они, инжи, мои мечты. Больных распределяем. О-о-о, динамика, динамика. Нам нужно сделать добычу угля завтра. Нам нужно новых рабочих на лесопилку. Убрать больных. Добавить. Прям лес сейчас нужен будет. Вот сейчас вот именно в течение следующего дня нам нужно добрать лес, чтобы четыре дома построить. Чтобы кладбище отгрохать. Чтобы охотничью хижину надо еще сделать. Потому что они жрать будут каждый день, сволочи. О-о-о-о-о-о. Отправляем в убежище обсерватория. Нужище. Пока они греются вокруг реактора. Ну, как бы, это нормально. Завтра потепление. Хоть какая-то надежда. Но, на самом деле, больных трындец просто. Просто трындец. Можно даже вторую лесопилку отгрохать Потому что леса нужно будет очень много Если мы отгрохаем лесопилку в начале дня Она окупится очень быстренько То есть у нас закончится уголь Или уголь сначала Давай, во-первых, нет, что ты делаешь Да, надо сделать в первую очередь пост добычи, друзья 30 человек свободны, но это не страшно Как бы это норм На потепление нам нужно Еда заканчивается, а голодных меньше не стало Забить на исследования Я не езжу сейчас Какие исследования, вы чего? Демонтаж при минус 30 Старый добрый дэн Для получения ресурсов Строительство радиоугля, причем строительство Приоритетнее Строительство гораздо более приоритетное Так что все это погасится Скоро Может самому погасить Генератором А все равно день начинается Правильно? Гасим, короче, генератор Включаем отопление так-так Пошла добыча деревом Бобр, вот удушнило В какой-то веке я посмотрел в чатик Увидел недовольного Потепление легкое Кладбище не забыть Это тебя съедят Пост добычи Да, я тоже доволен Пост добычи раз Улица 2 Да, на улице только у тебя нет Дерева нет 30 человек Мы в целом можем 8 там Демонтаж тут Сырая еда пришла Нужно успеть сделать Охотничью хижину Ну сейчас минус 30 Нормально поработается А что у нас Не хватает Раз Два Ждем лесу На лесопилке Хорошо, ребят, работают Динамика по лесу какая? 84 Маловато Этого не хватит Тебе угля не хватит, дурачок Согласен И еды тебе не хватит Согласен Все, строим Пост Здесь закончили Убрали Демонтаж сразу же Запасы угля на сколько хватит? На 9 часов Нормально Все инженеры у нас Да, все 24 инженера заняты Здесь строительство идет Норм Че по лесопилке второй Будем мы здесь строить? Будем Ну это не справляется Явно И работяги Красновые есть Стоп, погоди А ты же сейчас Построил все эти Многочисленные лесопилочки Дурачок Не сможешь их обеспечить Жильем Да ничего Генератор Главное, чтобы уголь был Будет уголь Они будут вокруг генератора Как генератор не работает? А, ну да Генератор не работает Это нормально Все по плану Здесь работаем до 20 Никаких исследований Надеемся, что за 2 дня тепла Мы восстановим больных Хотя бы частично То есть у нас Определенная динамика Есть лечение За счет инжей Новых И уменьшилось количество Заболевающих Из-за того, что Температура в целом Стала А вот здесь очень важно Чтобы все работали Настрой площадки Идет на снос Это плохо Снос мы стопаем Стопаем Чтобы они начали Уголь добывать Потому что нам нужно Угля умудриться Добыть Блин, а как это сделать Там Морозит лесопилка Сейчас строительство Чтобы здесь Соточка была Где-то на работу Хорошо То есть последние Там 2 часа Нужно хотя бы Как-то уголь подобывать Чтобы мы отключаемся Я бы хотел еще Генератор включить На ночь хотя бы Когда они вернутся А на это У меня точно нет ресурсов На дома На еду тоже, кстати Ну ладно Еду мы продержимся Мы накормили И перешли на более Ночью демонтируем Посты добычи Выиграем какое-то количество ресурсов Опять минус 40 будет Сейчас я дождусь 20.00 Добудем угля Сколько сможем Сколько нам запаса хватит 10 часов Это без исключаемого генератора С генератором в 2 раза меньше Но они еще часик здесь подобывают Двадцатка добавится Плюс мы выключим Обогрев санитарных этих И включим генератор Причем генератор надо включать Где-то уже в 12 часов ночи Когда закончатся все работы То есть сейчас В 20 А В 20.00 Мы возобновляем Строительство Раз Отопление выключено Спасибо, Кэп Я-то не знал Подснос пункт добычи Подснос пункт добычи Дальше Вариант сделать еще Охотничьим Ну это не приоритет Может что-то кроме охотничьи сделаем Мы можем бахнуть дома На самом деле Который при этом Надо будет еще Отоплять Отапливать Ладно, пока Опять же Исходя из логики Что не минус 40 сейчас И если строить То сейчас Ой Про кладбище я забыл Блин Чувствовал, что что-то Прокладбище забыл Так Дом удовольствия В каждом пабе Можно нанимать Прости господи Туток Чтобы дополнительно Снизить недовольство Конечно Конечно Прости Но надо брать Сколько мы выживем? 9 часов 4 часа до начала работы Ладно, погнали Включаем обогреватель Наверное, надо было После строительства Это сделать Выключаем здесь Отопление И смотрим Сколько На 4 часа 20 минут Хватит Провые ядра Древесины Пищевые пайки Смотрим Собираем Это очень хорошо Кстати Через сколько он вернется? 10 часов Пайки То есть с едой Проблем не будет Ну я жду Когда они будут Выздоравливать Вроде как Динамика хорошая 2, 3, 4, 5 часов Сейчас 29 человек 30 человек Недовольство падает 31 человек 32 30 26 24 Уголь закончился Да, я слышал Это плохо А мне еще Чуть больше часа Нужно держаться А, подождите Мы минус 30 Нормально работаем То есть у нас работают Санитарки То есть они не выкидывают На улицу Этих Как их Самых Господи Сил больше нет Каждый день Одно и то же То PUBG То Dota В смысле То PUBG Да, Diablo Жалуются Жалуются Упыри К сожалению Через 4 часа Нам принесут Еду Детки готовы Собирать До утра Стройка просто Дикая идет 30 больных Исследование Не идет Подключаем Обогреватели Чтобы На ключевых точках Чтобы не Не болели так много И все равно 28 Все равно 28 11 11 5 4 4 5 20 20 Ну и похолодание будет Я хочу хоть какое-то исследование Потому что это Ну Это тупик Если ты не делаешь исследование Что нам дальше делать Я бы больше разведчиков Бахнул До леса нет просто На исследовании Еда готовится Что-то монтируется Демонтируется Но люди болеют Лес добывается Кое-как Генератор не работает Ничего страшного Набираем уголь Где запасы есть 300-400 Но пока мы идем без смертей Ребята Пока без смертей Самогону Прям за твой счет О Экспедиция вернулась Леса дали много Еды дали много И Паровое Мать его ядро Кстати А может Нам сейчас Свичнуться Убрать охотников Запилить пару ферм И за счет ферм Возможно больные У меня подозрение реально Что больные регулярно К нам приходят Потому что охота идет то есть мы вот на этой сырой идея продержимся денек да но для этого нужно прям дико бустить исследование может не больше разведчиков может реально возьмем теплицу бахнем она отапливается хорошо единственный минус теплица что нужны паровые ядра нас их 2 и на тепличках мы реально можем зайти сталь есть а чё нет а чё ты не хочешь а тебе нужно сначала отменить а потом видимо сделать да погнали вся подозрение что она вот именно 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 из-за этого 25 2 1 идет на снос тоже конечно такая хрень никаких сносов не отвлекаемся что еще я могу сделать на этот новый лес построить кладбище есть еще одна куча угля но на самом деле мне нужно еще угледобытчик думать об угледобытчики 25 кстати видите больных а нет я ошибся ссори я думаю что мне помещаются в эти на не помещаются дома охотников тоже с хорошей теплоизации как сами дома да ну вот бывает такое что люди возвращаются про и сразу до коп плюс 10 больных обычно больные которые у тебя в городе находится они добавляются где-то с часу до трех ночи если я правильно помню механику а была ситуация что здесь у нас в определенный момент хоп может это скрипт был черт его знает я со своими этими ротациями так голодных накормим больных пытаемся все еще вылечить уголек уголек добываем дерево много надо как-то вложиться куда-то и надо с построиться до похолоданий надо подумать что нам нужно что нам нужно бойцовского можно сделать можно дотянуть и нужно дотянуть склад ресурсов ось какой склад ресурсов дурачок пост добычи на вот этот вот кучу угля что здесь миг хватит на три дня всего лишь этого добра я ориентировочно иду фермы там будет минус 40 что делать как быть на 19 часов хватит на 8 часов другими словами нам хватит дам генератор включу на ночь опять же сначала мы доработаем до исследуем закинем инженеров вот почти почти удалось фермы нас на завтрашний день у нас уже будет готовы накидываю инжей музыка просто шикарная атмосфера в топчик идут строить и будем отдыхать или демонстрировать сантаж сделать этой штуки на нет она тебе не нужно уже что там у вас отопление включено ребята вы серьезную как будто я не знаю что отопление выключено я же все тут рассчитываю алё когда вы пойдете спать когда вы где вы что вы как вы идете отдохнуть они уже кстати идут отдыхать и строительство завершается сколько у нас останется времени 8 часов нормально запускаем генератор погнали ну и на следующий день халява закончится вот эти вот два дня передышки минус 30 сейчас будет минус 40 и минус 40 коллеги детский труд серёга чем англит волоком бэк чем англ привет серёга беляк беляк ну нет динамика такая что заболевают заболевают охотники видно сейчас 20 человек но это еще не вечер угля хватит на 8 часов нормально не буду я от ночное строительство устраивать новые заболевшие чем они не размещаются не успевают просто видимо дайте там снова потепление 25 больных просто 25 больных мать моя женщина надо было выключить наверное здесь это жжем уголь иногда я задаюсь вопросом в чем цель наших страданий мы пережили еще ночь это дорогого стоит вот он правильный подход все возвращаемся к исследованию выключаем генератор включаем отопление и здравствуйте минус 40 обсерватория что здесь выживший серьезно 20 джей у это способ то есть тут пропорции инженеров по отношению к остальным значительно круче чем прошлое и вообще в целом то есть инженеры это очень хорошо нам нужно добавлять при помощи них санитарных через десять часов чтобы они были готовы температура падает ой ой но за работом не избавился от от больных а заполнен а полин подождите там были способы потратить а ну в целом же 1 2 3 сколько там было 18 штук да ни к чему это тебя не обязывает главное ставь паузу не строй их сейчас чтобы просто мы уперлись в количество в запасы древесины так скажем да так здесь 600 дерева еще тут у нас 500 дерева что по углю 300 200 после исследования теплицы нужно сразу же будет делать что правильно именно так угледобытчик потому что как только у нас закончится уголь все пару дней и мы все умрем там дети на кухне работают молодцы не на самом деле по цифрам все хорошо недовольство там надежда любовь все отлично но темп очень низкий выздоравливай ну выздоровление так скажем и только расчет на то что 20 инжей мне помогут сталь кстати тоже не очень не очень понятно откуда ее брать всего 40 давайте посмотрим может какой интересный закон есть проституток сделали самогон варим погибать на дуэлях эта ветка нас закрыта супец а у нас уже все принято больше принимать нечего сейчас надо фермы отгрохать причем скорее всего фермы надо будет грохать с приоритетом с хорошим они автономные они хорошие они отапливаются и получив нормальное ну построив пару ферм я откажусь полностью от охотничьих хижин от рабочих здесь они сосредоточатся на не знаю сборе наверное стали чё за игра серьезно ты ты не знаешь про фростпанк лолкек ну это конечно это фростпанк прекрасный свежак рекомендую супер игра угледобычек сейчас будем исследовать прям по пасту теплицы готовы и теплицы аааа некто представившийся как Кирилл Борисович Кирилл Борисович поддержал ваш канал на 250 рублей и сообщает Мишаня привет привет это спасибо Боничу Аспиранту потому что это Боничу Аспиранту на самом деле я ей не занимался видимо много ресурсов нужно на это но когда к тебе Кирилл к вам подходит Кирилл Борисович и говорит привет Мишаня и ты такой блин ты не можешь его Кирилл назвать ты должен назвать его Кирилл Борисович как-то так угольная шахта угледобычек стоп а может быть мы сразу пойдем не угледобычек дешево сердито я помню классная штука теплица теплица какой базовый уровень там не единица базовый уровень тепла ну ладно строим теплицу раз и два паровые ядра мы только что впервые использовали паровое ядро паровые ядра необходимы составляющие особо сложных технологий производить паровые ядра в городе нельзя остается лишь надеяться что разведчики будут находить их в ходе экспедиции короче сейчас к нам придут новые люди они же скорее всего займутся строительством я инжей сразу закину в короче строим два санитарных пункта строим сейчас строим сейчас строим сейчас соответственно теплицы можно было отсюда сразу людей во давай раз они уже принесли еду все освободили рабочих они там отдыхают естественно но вот у нас нет больных которые короче есть 21 человек больной но я про то что они а я рано радуюсь я только сейчас словил я только сейчас же словил 40 этих минус 40 следствие минус 40 понижение температуры оно идет как бы через день то есть люди не моментально заболевают понимаете да да все закидываем новых инженеров по имеющимся санитарным пунктам остается еще 13 инжей соответственно я бы 10 10 10 это моим надо построить конечно три дома вполне хватит удачи вам ребят давай включим о мы выполнили кстати задачу по углю еда генератор издает успокаивающий шум и согревает нас но помните нужно поддерживать его работы если он остановится нам грозит смерть следите за запасами угля еда тоже важна без нее мы умрем с голоду найдите источники сырой еды построите кухню чтобы готовить пищу да предполагается что я должен был генератор запустить и добыть в поисках других наши люди да 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 то есть это я должен был по задумке авторов игры сделать значительно раньше холодное жилище обогреем часть домов сколько нужно обогреть а приемлемая форсаж меня спасет выполнили хорошо ну погрелись как говорится и хватит как а надо продержал нет я забыл про про то что нельзя это обузить о нет недовольство господи нет кстати кажется в теплицах инженеры тоже у нас работают блин такой лопух просто насколько нам хватит нормально 19 часов надо думать о угледобычке и блоке возможно даже про этот отопление отопление туда бахнуть еда для голодных у нас есть а не здесь работает кто угодно погнали дети рабочие как там у вас холодно откровенно холодно капец точно может туда никто не дошел еще отдыхает собираясь наличие да похоже там просто никого нет надеюсь что она так и сколько у нас добычи еды будет показывать 57 сырой немножко не хватает ладно посмотрим может это старые данные ребята достраивают себе жилище больных маловато вообще можно сделать вторую мастерскую сейчас чтобы у нас инженеры то есть давай хотя бы вторую мастерскую и третью сделай ой вот это вот строительство по ночам ой люблю очень голодают люди не могут очень голодают люди может я рановато убрал отсюда они же с голоду сейчас умрут нет больных становится значительно больше зря я так строил ну просто зря вот честно теоретически они должны продержаться как минимум сутки нереально что ли там холодно так потому что оно сейчас пока не работает и соответственно обогреватель не тратится поэтому такой эффект 40 человек больных 40 карл что по углю по углю беда этот заканчивается это кое-как собираем есть есть начали работать что там некто представившийся как кирилл борисович поддержал ваш канал на 250 рублей и сообщает сообщает как относишься к диабло и мартал стримить будешь нет скорее всего что за залипательная игруха х а ты людей сырой пищи неделю кормишь но зато есть проститутки в пабе я все правильно понял не 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 сырую пищу мы не едим вы что мы просто сырую пищу сразу конвертируем в выжившие из пещеры расположенные выше послона доносится доносились испуганные крики когда мы подобрались ближе нам прекратили проход несколько белых медведей люди оказались в ловушке звери пожирают их одного за другим рискнуть дримшейд поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает второй раз фростпанк конечно прикольно но хэйдис было бы прикольнее спасибо ну это скриптовая смерть я считаю что это не считается когда наши разведчики напали на медведи люди в пещере присоединились к ним и общими усилиями им удалось прогнать зверей к сожалению от полученных битв и ран разведчики скончались спасенными люди отправились в наш город спасли мы больше чем потеряли но жалко все равно их конечно так у нас идет производство насколько я понимаю еды да постоянная вот это вот в мастерских некому работать дополнительно вытаскивать лечащих смысла особо не вижу здесь здесь сами сами инженеры на это самое на лечение перекинул немножко чтобы не жалко все равно их это не скриптовая смерть они могут выжить но если не вмешиваться туда ну тогда мы потеряли бы тех людей видимо ну что ты мне серега расстраиваешь я же хочу без смертей стремлюсь к этому уже сколько пару часов играем и тут и тут бац или такой спек и врываешься с белым ником а смерть они скриптовая даже если мешаться они могут выжить ну знаете значит это рандом значит это рандом не нравится мне динамика по еде потому что не уменьшается количество тех кто хотя постепенно уменьшаются сильно голодные не хочу трогать вообще санитарные пункты чтобы они лечились ну и здесь придет еда угледобытчик это превентивная мера надо его поставить наверное где-то где у нас пост добычи и уголь или хотя может быть и в новом месте чтобы не мешать не на как не заниматься вот этим вот нагромождением например не сносить эту штуку и сделать здесь добычу да угледобыча готов ей подожди подожди исследование сначала так внимательно выбираем что дальше сталилитейный но стали нас есть какая-то можно попробовать радиус генератора улучшить сейчас у нас можно ну мы сможем больше угля добывать и соответственно мы сможем либо дальность либо а можно паровой кстати центр а куда мы его отправим а как минимум в угледобытчик мы его отправим погнали паровой центр делаем угледобытчик выглядит как здоровый такой завод который вот со стороны там же он да там где уголь надо ставить штуки 4 добычи да давай так можно подальше может даже как-то как там развернуть альт-шифт помните а нет вот вот так вот для важного здания да я хочу его сделать с одной стороны на отшибе с другой стороны так вроде норм будет смотрите раз он как раз в эту сторону отгружать и будет насколько я помню то есть как-то вот так что ли можно посмотреть угледобытчик прокармливает то ли 3 то ли 4 поста добычи ну там должны естественно работать товарищи и вот здесь мы сделаем зону обогрева закроем паб закроем посты и сильно голодных стало меньше сейчас принесут нам охотничьи результаты и будет запас главное чтобы они дошли до этой столовки и не сдохли по дороге не буду я сейчас не убирать там лечащихся не строить по вечерам потому что нам с вами нужно еще до потепления временного на сутки два дня провести то есть надо 1 2 3 4 5 6 7 8 то есть это лишнее да получается вот так сделаем инженеры где сидят где надо там и сидят исследуем паровой центр у него расход почти такой же как у генератора или такой же как у генератор то есть очень много требует запаса угля у нас есть в кучках тоже есть еще на день на на 2 даже наверное да то есть все в целом мог генератор не выключаем паровой центр скорее всего поставим еще на следующем блоке с можно достроить чтобы быть бойцовскую арену условную правда у нас уже строительство на сегодня дофига леса много голодные есть но сильно голодающих уже нет видите новая еда пришла теплицы работают и день заканчивается мы приступаем к строительству обогревающую мастерскую здесь тоже паровой центр напрашивается на на две теплицы или обогревать лево лучше не делать так строим 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 потом угледобычи включаем отапливаем и он начнет выгружать уголь и только через какое-то время появятся первые кучки с углем насколько я помню но я очень давно с этой механикой не сталкивался поэтому не уверен как там так запасов угля нам хватит еда есть дети работают новые больные пока помещаются но кажется нет убираю отсюда сразу давайте следующую санитарку хотя бы как-то даже и так наверно надо убирать их потому что из пяти инженеров трое болеет 46 больных добрый вечер почему не понял а инженер освободились потому что они же еще у нас нет не понял почему инженеры а потому что пришли новые линейки дурак я пропустил ивент пришли новые же людям 30 человек много больных много голодных ее пресс это нет извините возобновляем охотничьи обогреваем угледобычу без паузы играем я тут уже как бы к палаткам надо выходить наверное габараками имеется ввиду хотел избежать строительства ночью конечно инжей надо вытаскивать хотя бы в одну мастерскую они зачем тебе же их миллион еще раз михаил все тебе хватит на это и на то и что хочет до города добрались выжившие до нашего города дошла группа выживших они истощены им нужен отдых еда и возможно врачебный ход сами они при этом готовы помочь всем чем смогут я уже вас распределил друзья чоп-чоп все дела собирается есть идет на работу ладно здесь врубаем добычу отопление пока не забыл и начнем с 50 голодных ртов ну пришла еда с охотничьих двух ее быстро смели хорошо хоть не сырую смели начинают работать здесь по-хорошему нужно центру улучшать что по углю 40 ва пошел уголь кучка да нормально 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 он генеет 45 это с каким количеством рабочих сто процентов хорошо 45 а добыча сколько идет это неполноценно на 70 15 то есть три обычный угледобытчик кормит три штучки такие да то есть учитывая то что у нас как бы три и было и они отваливаются а угля запаса нет нужно ставить еще один угледобытчик дерево 300 сталь не добываем да давай еще один пост добычи за отгрохаем туда народ быстрее добудем этот уголь ну что все лечатся бездомным кров идет еда есть даже в том количестве в котором ну короче нормально все санитарки работают народу триндец конечно исследование завершено паровой центр но для парового центра мне нужно значительно больше угля и вот радиусы улучшение генератора вот эти вот наверное все таки больше нет больше разведчиков это больше ответственности сталь литейку может бахнуть дома сможем делать ставь заканчивается да давай сталь литейку сколько здесь на день до 30 150 тут 40 давайте инженеров привлекать на добычу угля почему нет будем ли мы делать где-то паровой центр да как раз стали не хватает на паровой я бы его сделал здесь это самый первый потому что мы тут раз два три четыре пять зданий отапливаем плюс можем еще что-то вокруг достроиться то есть там напрашивается для того чтобы окупался нормальный этот центр вы должны ну очень плотно группировать нужные здания которые нужно отапливать на дома напрашивается тоже конечно но в целом в процентном соотношении количества больных у нас резко сократилось были те же самые 30 человек когда нас было чуть больше чем 100 сейчас на 180 и больных 33 при том что скоро потепление хотя бы неизвестный поддержал ваш канал и привет во и это контент пошел заставлю мелкого включить candy на порога дошек пожиже для полноты погружения приятной игры спасибо да спасибо большое в чатике проголосовали и мы погнали сегодня меня опять диабло сам с смущало так а здесь все да дети инженеры все переходят сюда добывать уголь я думаю надо демонтаж опять же оставить на потепление то есть вот демонтаж этого и возможно какое-то строительство тоже перенести пока меня интересует сталь сталелитейка исследование мы бустанули очень хорошо три мастерских работают то есть вместо там урывочных ста процентов скорее там не сто процентов естественно было и это процентов 75 мы сейчас получаем полноценный сто семьдесят сто сорок тридцать но условия по-прежнему такие не очень хорошие больные в такой ситуации пока мы не улучшим качество отопления закончилось строительство да бездомных нет больных непристроенных нет тридцать больных распределены в большее количество кстати санитарных пунктов я к тому что может быть имеет смысл еще увеличить скорость исследования на 20 процентов относительно текущего потому что инжи то есть учитывая что я очень сильно отставал по исследованию и сейчас точно являюсь догоняющим думаю стоит так сделать так запасов угля хватит на 10 часов нормально ничего не выключаем людей перекидываем потом как закончится эта штука надо собирать эта штука будет мешать и скорее всего надо будет построить новый угледобытчик стали литейный завод а что нужно для исследования стали просто древесина позволяет добывать железную руду из подземных месторождений производить сталь я бы стрелетейку бахнул куда-нибудь вот на эти месторождения потому что а подождите стрелетейный он как-то по-особому а окей думаю может не строить его сейчас дождаться пропустить день мы все равно стали отсюда добирать будем последнюю люди так немножко голодают чутка но динамика лечения на мой взгляд положительно а у нас следований не ой что делать что делать что делать селесопилку можно прогрейдить дэм вообще мы сейчас решить можем вопрос с углем и с отоплением мне кажется но там сталь нужна михаил тебе сталь не нужна только на разведчиков остальное все требует стали да ну тогда решено больше разведчиков следующее исследование потом стальные исследования в том числе добываем может быть тогда стоит и построить этот хотя бы один стрелетейный погнали потому что два сразу же так здесь сразу что сразу народу маловато я всех пристроил но здесь водится 10 человек окей инженеров можно по вытаскивать ладно уголь на пределе дошли до куда дошли еда древесины среди того что осталось от экспедиции было много ценных припасов осматривая ящики разбросаны в снегу у сломанного транспорта мы обнаружили тела они были сплетены в единый смерший клубок будто умирая люди пытались найти друг друге хоть частичка тепла мы не можем ничего сделать для них даже похоронить забираем ресурсы немножко еды и дерево возвращаемся через мэйн хотя может быть и не стоит возвращаться сразу идем на следующую точку что ни еда ни дерево мне особо не нужны то есть мы можем держаться так хотя ладно смотрим что по больным какая там динамика 4 6 10 5 7 хорошо новенький 1 2 3 о хорошо сейчас должно уйти 37 большое количество вот это новые пришли 41 42 44 45 твою же мать но под утро должны значительно освободиться да должны сейчас выйти 46 человек капец у меня на сталь никого нет давай ка с дерева рабочих нафиг сюда накидываем раз чтобы стали собирать и и добыча идет на час хватит угля хреново надо больше запасов по углю ну 19 угля это это как да дерево так много не нужно исследование продолжается 43 и ждем потепления друзья ждем потепления здесь добываем постепенно сталь на новые исследования с огромное количество больных людей тут все истощилось закидываем на добычу раз убираем с лечением закидываем новых инженеров сюда так готовимся переживать этот день 40 больных 10 человек голодных но еда есть азарыч привет я очень погружен в игру чё-то чатик даже не успеваю читать так что по динамике угля вот это я понимаю уже хороший запас идет может быть даже не давайте знаете как добываем эту сталь последнюю 50 динамика хорошая 3 в час там ее не так много надо на исследование у нас уже есть сталь и после этого когда потеплеет разворачиваем и добычу и строительство здесь в в в в в в в в Зря я детей, кстати Так много народа у меня на На добычу угля Количество больных держится приблизительно на одном и том же уровне 37, надеюсь, в течение дня у нас оно снизится немножечко 35, раз, два, три, четыре, пять, двадцать пять Можем убрать отсюда инженеров Можем убрать отсюда инженеров Забустить исследование, забустить исследование Убрать отсюда Что случилось? Труд без конца, сэр, люди вымытаны Продленные смены много подряд, тяжело Заслужили Не буду заниматься Недовольство возрастает У них есть папа, у них есть самогон У них есть проститутки Даже просто прохладно на рабочих местах Чего они недовольны? Я не могу понять Восемь человек сачкует Но это больные люди сачкует Мы в любом случае не сможем Нормально добывать Видите, на лечении, на лечении, на лечении Итак Уголь добывается Запасы идут Сталь высасывается Хорошо И новых разведчиков сейчас отправим На исследование Сталь уже есть Как закончится, переведем наверх И сейчас Формируем Видимо Новых разведчиков Их нет Надо убрать Рабочих Которые лечатся Это ребенок Может хватит уже сейчас Да, нормально Работает эта механика Давайте тогда Этот Вернется домой Потому что у нас нет новых точек И делаем новые исследования Сейчас внимательно, друзья Первое, что мы можем сделать Это улучшить А, мы можем еще в следующий тир пойти Кстати Улучшение генератора Это плюс один В тепловых зонах Но это вокруг генератора И, соответственно Вот этих вот Отопительных штуках Радиус А я Не в авто А, не Радиус хорошо зайдет Радиус у меня Закроют санитарки Да, давай Решаем проблемы с больными Постоянную нашу Пошло исследование Вроде все эти работают Санитарный пункт Почему? Да, здесь напрашивается явно Грейт и такой, и такой И радиус И Что мы вот все эти санитарные пункты Ручками отапливаем И это не очень хорошо Так, уголь есть Еда есть Сталь Завтра будет добыта И как раз завтра Мы начнем Трансформацию Цифровую Нашу, да Будем демонтировать Раз Демонтировать Два Строить здесь Три Как минимум Возможно Четыре Что еще у нас висит? Но больше пока ничего Можно перевести Людей на супцы Потому что Сейчас еще Еды принесут Еда у нас и так есть Никаких работ Просто Можно даже Форсаж сделать Чтоб потеплее Было народу А хватит ли нам На четыре часа Нормально Уголь фактически Является бесконечным Сейчас Недовольство Резко снижается Потому что Мы начинаем Отапливать дома Также Начинаем есть Уже не такую Непригодную пищу А нормальную Ну и конечно же Больных становится Больше Больше Экспедиция вернулась Принесла лес И хавчик Надо будет остановить Вторую лесопилку Тем более Нам такое количество Леса особо не нужно Первое что напрашивается Это добыча стали Здесь Блин Как же Как же вы болеете 48 человек болеет Нужно решать Проблемы с больными Через повышение Качества отопления И на местах Но для этого Нужно большое количество Угля И немножко стали То есть скорее всего Надо сейчас сделать Следующий угледобытчик Дима Сихак поддержал Ваш канал Привет И сообщает Майкер Вечер добрый Добрый Смотрю вы начали В старые игры Заново играть Старый Можно предложить Великолепную игру На прохождение Так Которая 100% Тебе понравится 100% Уже с недоверием Отношусь К 100% Ну давай Конечно Четы Санфиш Привет Всем друзья Добрый день Здрасте 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 Что Начинается Рабочий день Так Форсаж Надо наверное Убирать Форсаж Ты не можешь Как бы Бесконечно Обузить Ну что Ждем потепления Фух Переводим Дух Я хотел Сейчас Заняться Демонтажом У меня Рабочих Рук Нет Серьезно Не Свободных Рук Ну видит Бог Я не хотел Строить Ну хотя Мы после Рабочего дня Спокойно Построимся Да Радиус Генератора За это Мы тоже Должны Будем Платить Углем Нет Плохо Все Конечно То есть Мне нужно Для того Чтобы Реализовать Радиус Генератора Мне нужно Ставить Второй Угледобытчик Хотя Может быть Увеличив Радиус Мы просто Уберем С Питалова Из Вот Раз Два Три Четыре Пять Шесть И уже Будет Профит Плюс Мы Закроем Частично Дома Что Приведет К тому Что Меньше Они Будут Болеть Ладно Давай Посмотрим Что там По динамике Добычи Угля Не будем Пока Второй Угледобытчик Строить А Сталь приходит Просто Сталь приходит То есть Тут Ничего Не нужно Достраивать Шикарно Я думаю Что Как с Угледобытчиком Надо будет Посты добычи Отгрохивать Вот Заканчивается Сталь И Я отсюда Рабочих Перетащу На добычу Стали Наверху Димасихак Поддержал Ваш канал На 500 рублей И сообщает Так Это игра Dragon Age С дополнением Awakening Давно Хочу посмотреть Как ты будешь В нее играть Ну Я так тебе скажу Я ее проходил Без стрима Очень давно На дополнение Awakening Awakening Магарабл Так Демонтируем Или нет Или здесь Угледобытчик Следующий сделаем Нам особо Сейчас ресурсы Не нужны Не хотел бы людей Я понял Dragon Age Шикарная игра Да Да Но пока нет Все больные Капец И ситуация Не меняется Ладно Увеличиваем Радиус генератора Смотрим Как это скажется На На затратах По углю Можно улучшить Генератор Но это трындец Конечно будет Демасихак поддержал Ваш канал На тысячу рублей И сообщает Ну пожалуйста Да нет Ну дело не в деньгах Не-не-не Это не бай Демасихак Сейчас Я за деньги Игры Не практикую Прохождение То есть Если есть какой-то Интересный челлендж То да То там Какой-нибудь XCOM и так далее Но все равно Первично Первичные интересы Сейчас вот я с интересом Играю в Фростпанка Ты кидаешь мне Блин на косарик Пожалуйста Сыграю в Dragon Age Я не хочу отвлекаться Это не очень конструктивно Один из принципов Чтобы тебе было Самому интересно Стримить Мне сейчас Конкретно интересно Стримить Да Это что-то Хорошая тема Нужно Нужно паровой Здесь ставить Раз Хочу по исследованию Дурачок Склад Нет угольной шахты Угольная печь Стенной бур Может пора Бараки уже Утеплять Лес есть Сталь добывается Стабильно Будем перестраивать Домики Да давай Погнали Потому что там Похолодание дальше Идет такое Серьезное Фейслесс Я не знаю Это к аспиранту вопрос Я не в курсе Лес мы не добываем По понятным причинам Людей пытаемся Вылечить Вроде процесс идет А подожди Увеличение радиуса Алло Где оно А уже Отзначение радиуса Второе Вот так вот Вот оно Дома стали лучше Отапливаться А что по затратам Угля Шикарно А Оптимизация Вот это хорошо Сейчас еще этот Построим Выключим Здесь и так Все ок Да Комфортные Видите ли Здесь тоже приемлемо Шикарные Условия труда Вот это да Хорошо на гудгейме Так 33 Выздоравливаем Люди Выздоравливаем Сейчас у нас только день На передышку Потом опять Минус 10 Как Игорь говорит Михаил добрый вечер Ну может зритель хочет себе цветной никнейм А ты его можешь сказать Тормозишь Не-не-не-не-не-нет Я не прав Естественно Я не прав Супса с опилочками А у нас нормальные супсы Даже без опилочек Все По-людски Смотрите Здесь приемлемый уровень А где? А еще не достроился Так Убираем 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 И я хотел что-то перестроить Да? Ну я бы демонтировал Раз Типа ради стали Чтоб дома сделать А смысл? Угля Нормально Хорошая перестройка Получилась Еда есть Еда есть Может тогда мы еще один сделаем Паровой Вот здесь Где-нибудь Пока рановато Хотя домики там явно нуждаются В отоплении Больных будет меньше Вот увидите Да, расточительная Я понимаю Все для людей Нет, давайте Демонтажнем эти Мозолят они мне глаза Здесь динамика По угледобытчику Не очень хорошая Видимо из-за того Что часть людей На лечении Окей Лечимся На сколько хватит Отопления Да, на целый день Заработает еще Эта штука Она будет круглосуточно работать К сожалению И снег тает Такой смотрите И с крыш тоже снег тает Аааа Жизнь налаживается Такие точки тепловые Мы наладили с вами Потом будем перестраивать дома постепенно Так как все равно будет А там прям комфорт что ли? Нет, приемлемо Будет прохладно, да, дома перестраивать Ну что, 33 больных, но ловим новых Эти пришли, куда пришли? Автоматон! Мы остановились на краю глубокого и широкого ущелья Изумляясь проложенному через него стальному мосту И еще больше мы изумились Огромному автоматону, который сметал снег с дороги Машину можно отправить в наш город Или разобрать на ресурсы Как? Отправить в город? Ооо, автоматон это Да, мы перепрограммировали автоматон И отправили его в путь В путь! Когда он исчез вдали, уверенно шагая к нашему городу На мосту потихоньку начали образовываться снежные заносы И есть развит ответвление Хорошо, то что нужно как раз Одного сюда, посылаем другого сюда И что тут у нас? Заброшенный мост Обнаружен мост Винтерхоум Это знак, что мы на верном пути Но у нас появились вопросы Почему им не пользуются? Почему инженер не занимается автоматоном? Этому есть логическое объяснение Но люди начинают волноваться Надежда немножко падает Так, уголь у нас есть Еда ок Пару детей добавлю Ну что, новые больные Ротация нормальная вроде К трем часам ночи у нас 33 человека Только болеет 32 Хаааа Кажется, мы совладали с первой миссией Беспаузно максималок с первого троя Еееее Баневур Сейчас, правда, минус 40 будет у нас Вновь Еще рано радуемся Динамика по углю ок Погоди, сейчас начнется Да, сейчас впереди Большое количество дней Минус 40 И моя задача сейчас перестраивать Во-первых, да Уменьшить количество больных И динамика очень хорошая Сохранять нужно эту динамику Перестроить дома Начиная Да нет, все подряд нужно перестраивать В общем, для того, чтобы перестраивать Дома Те нужно и лес И сталь И рабочие руки Что самое главное Которые могут спокойно это делать Я даже, наверное, уберу С... А, подожди Ты же должен еще исследовать это На стеллитейке Хорошо все А вот и похолодание Демасихок поддержал ваш канал на 100 рублей И сообщает Демасихок Может быть, мы форсажнем Потому что форсаж у нас Временно улучшат Я бы вот здесь это выключил пока Потому что они не в домах Они сейчас на рабочих местах И после домов Надо, наверное, брать еще Плюс Энергию В Генераторе Для того, чтобы без форсажа Нормально отапливать Постдобыч Так, на 26 больных Норм, вроде все И вот закончилось Исследование барака Термоизоляция кухни Улучшение санитарного Можно по-быстрому сделать 10% Следующий тир Что? Термоизоляция теплиц Воздушные охотники Вообще, кажется, я зря в охотников не пошел Теплицы это довольно дорого По ядрам Давайте улучшение генератора Это вот то, что сейчас мы делаем За счет форсажа Мы сможем просто поднять Мощность генератора Но возрастет, конечно, потребление угля Но учитывая, что сейчас мы Подвылечим народ Опа, что это? Кто ты такой? Это автоматон? Очень человекоподобный Ээээ! Мы ж без смертей играем пёс. Мужчина из Винтерхоума. На окраине города мы обнаружили измождённого мужчину. Он сказал, что пришёл из Винтерхоума поселение, расположенного неподалёку от нас. И что он последний выживший. Винтерхоум мёртв. Все погибли. Нет надежды выжить в этой проклятой пустоши. Мы все обречены. Вам надо бежать. Бежать! Это были последние его слова. Дурак. Погибло один людей. Ну всё, горе. Мы остались одни. Нет, это скриптовая смерть. Нормально всё. Без паники. Мы ещё живы. Надо учиться на своих ошибках. Надо было оставаться в Лондоне. Там бы до такого не дошло. Почему Винтерхоум постигла неудачу? Мы все тоже здесь умрём. Короче, ребята, давайте без паники. Пожалуйста. Итак, я тут менеджерю. Два часа у вас. Вы ещё тут тупить начинаете. За работу! Винтерхоум пал. Они все мертвы. Как нам выжить тут одним? Без помощи. Надо вернуться в Лондон. В этой лесной пустыне для нас нет надежды. Новости о Винтерхоме расходятся по городу. Люди начинают организовываться. Некоторые хотят бросить всё и бежать в Лондон. Начинается паника. Нужно дать им цель. А-а-а! Порядок и дисциплина. Вера и духовная сила. Пойдём в религиозную тему. Дом молитв. Новое здание. Дом молитв. С проповедью. Живущие поблизости будут приходить помолиться. Это повысит их надежды. Нужно будет построить. Подписываясь под это. Дома молитв. Первая смерть. Я решу проблему. Кладбище сразу. Бахаем. Давно забытое. Ставим кладбище подальше от улиц. Надо бараки перестраивать. По 10 стали. Охренеть. Делаю сталилитейку новую. Ну это жесть. Что по форсажу. Народ потерял надежды. Нам нужно продержаться несколько дней. А-а-а! Надежда! Надежды нет. Взрослый умер. Непопулярное решение падения Белетнана. Ну это скриптовое, короче. Всё. Короче, нам нужна вера. Хорошее место для первого дома молитв. А второе мы будем отстраивать где-то вот... Сколько нам нужно их построить? А, у нас стали нет. Неубежденные хотят покинуть город. Капитан, вы убедили большинство, но надежды осталось мало. Некоторые так напуганы, что хотят бежать в Лондон из-за Кэпитала в Грейт-Бриттен. Они грозятся покинуть город через 15 дней. Они пришли попробовать вас переубедить. Говорите, Вера нас спасёт. Чушь! Нам что, молиться о еде, когда нечем... Вы ни разу не голодали! Всё, нормальный супец! Кричит один из них. И если мы попадём... Не попадём в Лондон, закончим как бедняги из Винтерхомена. Вы ничего не знаете! Вы... Ребята! Алё! Мнения разделились. Некоторые так напуганы, что хотят покинуть город и отправиться в Лондон через 15 дней. Они постараются убедить остальных... Да, за веру и народ. Всё правильно. Я как паладин просто, воин добра и светы. Они постараются убедить... Жёлтый подарил один премиум. О! Если раньше найти Винтерхом, то этот чувак не сдохнет. Блин, гипогреб ещё один сполираст. Ёшки-матрёшки. Страх может толкнуть людей на отчаянные поступки. Поддерживайте мир. Дайте людям надежду и справляйте с их недовольством, чтобы город пережил надвигающий общественный кризис. Людей, желающих вернуться в Лондон. Не дайте... Лондон самонарушить поко... О, тенденция... Тенденция хреновая. Что ж... Надо вытаскивать инжей, пусть они на стройку идут. Задолбали. А почему у нас бездомные? А, потому что мы перестраиваем дома. Так оно работает. Форсажик идёт. Миктези говорит, у мальча, почему ты не тренируешь в файтах, где я заболел? Ну, потому что, я же говорил, ну что ты, ну шаг. Так, по углю всё ок. Достигли какой-то большой колонны. Выжившие. Разведчики сопроводят. Работники, ехавшие в этой колонне, направлялись в Интерхом. Им надо было ориентироваться на сигнал маяка, но его не удалось поймать. Ещё 40 человек. Сопровождаем их до города. У нас есть место, где построить дома. Труд без конца. Недовольство возрастает. Два дома молитв нужно построить. Мне только-только хватило на второй. Причём нужно строить где-то здесь, наверное, да? Или где-то здесь. Там отопление есть. Давай тут. Дом молитв. Повысьте надежду. Нам нужно до 15. Строим кладбище. Строим два дома веры. Добываем, добываем, добываем. Здесь тоже строительство вроде идёт. 15 больных всего лишь. Ребят, это ли не успех? Инженеры пошли дальше. Я их высвобождаю, чтобы они стройкой занимались. 13 больных, нормально. Тепло даёт свои результаты. Много перестраивать придётся, но они строятся в хороших условиях. Дом молитв. Поджимаем сразу. Немножко возрастает надежда. И улучшение генератора подходит. Исследование. Я бы постарался сохранить эту же динамику по отоплению. Но надо посмотреть, сколько у нас... О, тютелька в тютельку по добыче угля. Шикарным. Всё, мы убираем форсаж, на котором ты не можешь вечно жить. И смотрим, что по следующему исследованию. К сожалению, стали у меня нет. Надо выбрать какой-нибудь простой. Становая бурбельная шахта. Это то же самое, как у глидобычи. Просто народу меньше требовать будет. А, ну там нужно паровое ядро, оказывается. Здесь стали не хватает. Тут пусто. Склад. Давай лесопилочек. 25%. Ну, мне всё равно лес нужен будет возобновлять добычу этого леса. На перестройку домов, как минимум. Ну и на остальное строительство тоже, конечно же. Кладбище строим. Надежда повысится, потому что... Или недовольство упадёт. Избавление от трупов, недовольство упадёт. Возможно, стоит... Включить этот... Тут вообще комфорт в домах. Прям кайф. Надо было, наверное, отстраивать домики, начиная отсюда. А что по... Здесь уже с углём беда, но запас есть на 16 часов. Молитвенные дома построены. Надежда растёт. Есть. Почти дотянулись. Построено кладбище. Надежда растёт. Есть. Мы выполнили. Надежда восстановлена. Надежда растёт. Есть. Ну что, лондонцы? Что вы скажете? Нужно сталь добывать будет. Здесь отапливаем. Так. И к нам же ещё через 9 часов придут упыри. Поровые ядры, уголь. Раздвоение. Я к тому, что, может быть, стоит сейчас построить дома заблаговременно. Покинутая станция. Последняя сводка сместя станции взбодоражила жителей. Их пугает, что такая важная постройка была остановлена. Некоторые начинают сомневаться, была ли эвакуация из Лондона. Такой же хорошей мыслью. Кто-то жалуется открыто. Не стоило нам сюда являться. Помяните мои слова. В Лондоне хотя бы дома были нормальные, а не палатки и деревянные сараи. Какой саботаж, а? Работаешь, работаешь, стараешься, блин. Вот здесь плохое место. Не хочу я строить не в тепле. То есть вот эти вот ночные стройки в минус 40, если они проходят в месте, где теплее, то это совсем другое дело. Так, больных 13 человек. Динамика супер. Голодные будут накормлены. Качественной едой. Возможно, стоит здесь еще паровое сделать. Не хочется ради одного ставить там пар. Но, во-первых, сталь очень важна. Во-вторых, здесь можно что-то еще отгрохать такое. Типа второй угли добытчик. Потому что динамика по углю, как вы понимаете, у меня не очень. Люди начинают сейчас эффективнее работать, потому что вроде как все были распределены. Но, на самом деле, там четверть была больная. Что там? Люди присоединяются к лондонцам. Сэр, те, кто хотел уйти в Лондон, успешно убедили своих друзей. Что? Что? По всем параметрам объективным. Нам явно не хватает пиара, короче, ребят. У нас все отлично. У нас тепло, сытно. Количество больных сокращается. Где? Что? Почему? Как? Ааа, это пришли новые. Нет. Еще не пришли. Откуда 16 больных? Что произошло? Резко заболело много народу. Вот что произошло. Понятненько. Надо выключить здесь обогрев. Прямо сейчас. С 6 до 20 пусть работает он. Это как? Нет, выключай пока. Ты не сообразишь. У нас 27 больных людей. Так, что делать? Что делать? Что по углю? Уголь. Птителька. Птителька на беззапасе. Возрождение веры. Сэр, люди начали ходить в церковь. Пока прихожан немного, но это может быть началом чего-то большего. Похоже, им не хватало места, где можно помолиться. То есть надо будет законы новые принимать. Сталь потихонечку качает. А что у нас тут по условиям стали? Охладно. Это плохо. Но бахать там... А-а-а, вот оно что, Михалыч. Yellow Holmes-то поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Люди, не верьте ему. Я вчера доверился. Только отошел еды положить. Пришел, а уже умер. Бегите в Лондон. Да я думаю, как тут угледобытчик. Что мы можем поставить? Или поставить его вот здесь, например. С обогревом. Давайте лучше там. И пару постов добычи прямо здесь бахаем. И обогрев здесь бахаем. Надо возобновлять добычу. Автоматон скоро придет. Автоматону надо будет либо на исследование, на бессрочное. Да не справляется у меня угледобытчик здесь. С динамикой. Что произошло? Люди пришли, да? Люди пришли. Хорошая новость. Они сейчас построят что-то. Быстро. Ладно, больных на... Это, голодных накормим. Запас по еде есть. Охотничьи хижины. Можно будет... Мы сразу палаточку здесь отгрохаем. Убогое место. Ладно, хрен с тобой. Там, по крайней мере, отопление есть. Ну, строим. Сейчас нужно добывать уголь. У нас еще потребность в запуске добычи... Возврат к добыче леса. А, добыча угля просто туда-сюда. То есть он добывает вот эти вот... Кучку угля и быстро высасывает вот эти вот... Запас есть на 10 часов. Так, лесопилку. Кириган поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Рассказывай. Битнюса в Реван. Кто помнит старые отечественные игры серии Механоиды? Вот третья часть жива, и сегодня в стиме Демка вышла. Миша, как насчет 1 и 2 части на стрим? А я не знаю, на самом деле. Не играл в Механоидов, поэтому... Не могу разделить твой восторг. Поэтому... Пока так ровненько дышим. Спокойно, ровно дышим. Так, давай, наверное, как-нибудь вот так. А, строительство вот это вот в течение дня. Очень плохая идея. О, этот же ожидает Алеша. Пошли в Винтерхоум. Беспросветно, кстати, впереди по... По потеплению. А, вот что я хотел сделать. Я хотел здесь сделать еще один паровой центр. Ну, возвращаемся, смотрим. Что там происходит? Холодное жилище. Капитан, некоторые обеспокоены низкой температурой в жилищах. Люди резонно замечают, что из-за холода можно легко заболеть. Тапливать холодные дома в течение пяти дней. Часть домов. Ну, я включу здесь... Эту штуку. Все, теперь нужно продержать это только на должном уровне. А, запасным хватит на десять часов. То есть, завтра нужно организовать дополнительную добычу угля. Иначе... Быть бедем. Что там такое? О, автоматон, ребята! Автоматон не знает усталости. Он работает. Он 24 на 7. Просто в декрет не уходит. Все у него отлично. Вопрос, куда его поставить? Самое простое это на исследование, но нельзя на исследование. Его можно включить, например, на сталь. Все, он заменяет всех. Работяк сюда. Что по углю? Динамика хорошая. Но я не должен выключать сейчас обогрев. Динамика реально хорошая. Ему не надо отапливать ничего. Очень, очень классный автоматон. Там даже миссии будут на автоматонов таких. Использовать автоматонов. Мы изготовили первое. Какое изготовили? Вы на халяву подрезали его. Это значительно поднимает нашу экономику. Автоматоны могут заменить целые бригады рабочих. Они работают круглосуточно. Ненадолго прерываясь лишь на дозаправку генераторов. Можно изучать улучшения, повышать их эффективность, производительность. Да, там реально будет миссия с инженерами и автоматонами все. Так ожидает уголь. Исследуем. До недавнего времени эта угольная шахта функционировала. Машины сейчас не работают, но сами они, судя по всему, исправны. Возможно, шахта просто исчерпала свои запасы или заполнилась... Ника подчеркивания Войн поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает. Майкер, добрых вечеров. Ну, ностальжи же. Ломповый ее фрастпанк. Даешь диктатуру пролетариата. Мы пока сейчас по вере идем, но в следующем пойдем через диктатуру пролетариата. Разобрав, можно добыть немало важных полезных деталей. Больше угля, чем нужно. Угольная шахта. Короче, здесь можно наладить поставки, насколько я понимаю, угля. Очень много ресурсов. Очень много. Прямо так хочется забрать. Ладно, не в деньгах счастья. Забираем только уголь. Поставить аванпост, который будет доставлять 800 угля раз в день. Угля! Так, а какая у нас механика по аванпостам? Кстати, книга законов давным-давно уже открылась, что мы можем сделать. Светилище вечерней молитвы. Возможно, в вечерней молитвы каждый повышает надежду небольшой шанс. А можно на производительность что-нибудь? Эффективность труда. О! Светилище. Молитва свети... Новая постройка повышает уровень надежды людей, работающих рядом. Светилище повышает эффективность труда на местах. И мы берем, соответственно, светилище и ставим в ключевых. И на мастерские действует. О-о-о-о! И на кухню, кстати, тоже действует шикарно. Сталь прям улетела. Так а ты чего? Как создать аванпост? Подождите. Это же механика была какая-то. Ладно, возвращайся домой. Кажется, это исследовать надо, аванпосты. Аванпост. Строительство аванпоста. Да, нужно его сделать. Исследовать, кажется, надо аванпост. Такой голос непривычный в озвучке гадонатов. Да-да-да, мы обновили. Сейчас связанная хорошая речь. Два новых голоса появилась. И женский, и мужской. В общем, озвучивает как надо. На пять часов хватит запаса. На пять часов, блин, хватит запаса. Алло. Я не понял, почему мы отапливали. Почему у нас вот эти вот стояли на отоплении. Круглосуточный. Да, почему паровой центр у нас круглосуточный. Вот. Шести до восьми. Они жрали просто много. Цветилище построено, надежда растет. Хорошо. Хорошо. С больными как-нибудь... Ну, не могу я справиться все равно. И у нас подходит к концу еда. Возможно, сделать исследование на охотников. Тем более, они не очень сложные. Так, а сейчас мы протянем до... До... Четыре часа. Да, протянем. В шесть часов начинается работа у нас с такими сменами. Леса нет, стали нет. Уголь заканчивается. Но я стараюсь менеджерить. Все это безобразие. Автоматон работает. У-у-у-у. Бесконечно. Там 1,8 в час. Да, молитву уж совсем забыли, но она еще не откатилась. 50 больных человек. Мне кажется, теплички немножко страдают. Там бы тоже построить или перестроить их даже. Перестраивать рискованно достаточно. Ника подчеркивание воин поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Майка, если честно, то соскучился немного по стримам. Расскажи, как живешь постскриптум. Так. С ютуба только сейчас напоминалка пришла. Давно ли стрим? Стрим где-то 6 часов. Это первая миссия, тем не менее. Поэтому... Поэтому... Хорошо, что пришел. Возвращаемся к добыче. Эффективность, видите, 108%. Добыча из-за светилищ. 30 угля. Запасаемся. Вот. Я не до... Охренеть, забыл. Забыл, почему я здесь поставил. Ай, дурак. Ты экономил уголь. Там же ивент наверняка к концу подходил. Игра закончится, если я не... Нормально все будет, Миша. Задача какая? Задача... Интересная. Можно форсаж, конечно, попрожимать. Ты сюда. Ой, там похолодание на минус 20. Нет! 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 Да не... Нет! Да нет! Да вы че? Не-не-не-не-не-не! Да как так-то? Вы че? Нет, не рабочие, а дети. Давай здесь. Тут рабочих надо убрать. Сюда докинуть. Исследования санитарки Лечиться на 10% быстрее будут Мне кажется, надо тир следующий открывать Как можно быстрее Да Чертежные доски Апгрейд на следующий тир Блин, запасов угля мне не хватит на ночь Хотя, может, хватит Условия-то у них хорошие Просто вот к этому похолоданию Нужно как минимум Полтора раза увеличить добычу угля Может поставки 800 сделать Да, это почти удвоит Мою добычу Немножко угля нам дотащат Можно инженеров перетыкивать Но они, видите То пригождаются, то нет И куда ты их отправлять сейчас будешь Тебе нужно строить Третий пост добычи здесь Потому что вот эта вот одна штука Работает на три У нас исследование хорошо забущено Домики надо перестраивать У нас нихрена нет ни леса, ничего Лес скоро закончится Нет, тут все болеют Кто-то строит, кто-то болеет Кто-то строит, кто-то болеет за тех, кто строит Молитву прожать А где что произошло? Лучик надежды Сэр, люди начали оставлять подношения в святилищах Памятные вещи Бусинки Записки с молитвами Похоже, это поддерживает Их дух в наши в нелегкие времена Автоматон на уголь Да, это опция Но мне и сталь нужна Потому что без стали я бы сейчас, например, исследование не заказал Стараюсь следить за происходящим Скоро законного импримем О, тут можно еще этот Взглянем на базу по-новому, да? А, тут у нас отопление выключено Здесь вот проблемы, люди болеют Здесь тоже прохладненько, возможно, отсюда проблемы тоже Ну, это тоже идет к... ведет к увеличению Потреблением Е-мое Что по законам От святилищ полевые кухни Каждая полевая кухня снабжает работающими горячими обедами Согреться Повышает температуру рабочих мест поблизости на один уровень Супер Это наш доп. обогрев к грядущему похолоданию Полевая кухня тоже требует сталь Ой, как здесь криво-то Не достаю Ладно, начнем с места, которое Почти доста... вот так достаешь до всего Шикарно Это первая полевая кухня Что насчет... Здесь тоже полевую кухню бахаем Ну и тут как-то надо, блин, уместить Но она не помещается нормально Это полевая О-о-о-о-о-о-о-о-о-о Почти все закрывает Хотя нам зачем автомату нагреть? Да, непонятно Очень хороший вопрос А мне все равно нужно как-то поставить Чтобы согреться слева А так ты не будешь? Нет, не будешь Нет, тогда все правильно 400 угля Сколько хватит? На 14 часов Хорошо Ничего не выключаем Улыбаемся, машем А хотя это на 14 часов Потому что у нас все еще добыча идет У нас же нестандартный рабочий день Чертежные приборы Внимательно, следующий тир Огромное количество вариантов Есть лазарет У нас паровых ядер нет Но нам несут два паровых ядра Лазарет это вообще супер-супер-пупер штука Замена Короче, лечение будет проходить очень быстро Стали нет Надо отменить одну кухню Строительство Чтобы в начале следующего дня Не... Давайте лазарет Погнали Ну и смотрим, сколько сейчас угля нам хватит 14,5 Запас 450 Но сейчас добыча прекратится и... Ну хотя это значение не поменялось Все хорошо Готовимся к серьезному похолоданию Так, тут погасло Полевую кухню можно греть Вот эту вот можно тоже подогреть Может здесь полевую кухню построить Следующую Слушайте Под эти Это аж правильная штука У меня две теплицы Холодные 30 больных, голодных нет Экспедиция вернулась Немножко угля Одно паровое ядро Под лазарет Расформировываем Это бригадам Рабочие будут Немножко леса вернется Сталь нужна на домике Да, я понимаю Там автоматон работает Полевая кухня Новые больные Новые Если сейчас я могу Совладать с количеством больных То вот Если не подготовлюсь нормально Не перестрою дома И либо не сделаю Там кардинально Другой подход К отоплению Лондонцы недовольны Ладно, лазарет Перестроим Там эффективность Будет повыше Полевые кухни Тоже будут греть Только нужно туда Хотя бы По человеку отправлять Для того Чтобы оно работало Если человек на лечении То Извините Полевые кухни-то Построены Конечно Но Раз Хорошо Два Три Здесь прям Тепло-тепло Должно быть Не дошел Видимо Дальше Я строю Еще одну Полевую кухню Здесь И возможно Где-то еще Можно построить Рядом с лесопилкой Или рядом с охотничьими Почему бы и нет А на охотничьи Не действует Возвращать Инжей надо Раз Три Четыре Пять Это у нас Двадцать Тридцать Тридцать Пять А эти Больные Да Ну кто На стройплощадку Кто Больной Две Мастерские Четырех Работают Прожали Надежда Чего еще Надежда 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 Обещания Модификаторы Еще одно Светилище Можно Отгрохать Можно Потихоньку Домики Строить Так Так Это от шести До двадцати Больные люди Тоже работают Ну ладно Их тридцать человек Из двухсот Двадцати Все не так плохо Убираем Инжей Отсюда Отсюда Бустим Исследование Еще Лес Лес Добываем Сталь Добываем Уголь Добываем До похолодания Улучшить генератор Минимум на раз Минимум И возможно обогреватели успеете следовать По еде Вроде укладываемся В случае чего Можем перейти на другие супцы Чуть-чуть По надежде Не хватает А мне нужно убедить За девятнадцать часов Людям доверять нам Как насчет убрать Сверху ручку Это повысит надежду Это снижает только Недовольство А что по надежде По надежде Можно построить Еще один дом молитв Который Типа Будет закрывать Его же отапливать Не нужно Правильно Который будет закрывать Еще блок домов Здесь Криво построил Конечно И надежды должно хватить Ну у меня уже серия Невыполненных обещаний Что очень нехорошо Так Рабочие на лечении Которые Тоже надо вытаскивать Сейчас Людей Которые Точно работают Нормально И в полевую кухню Струйплощадку Повезло Ладно В целом Что В целом Опасы угля Хорошие Это грей душ Сэр Людям нравится полевая кухня Они отправили делегацию Чтобы поблагодарить Наконец-то Наконец-то Мы уже сказали Спасибо Братьям по вере Что работают на кухне И мы будем Воспоминать их в молитвах В заснеженных пустошках Все поддерживают тепло Мы же Спасти жизнь Есть Мы Отсрочили свою гибель Не Вера не откатилась Лазарет Лазарет Надо перестраивать Прям Прям Перестраивать Перестраивать Но возможно Ставить там Где Давай сначала Выберем Что будем Делать Я думаю Надо отопление С приоритетом То есть Эффективность Генера Нет Это потребление Радиус центра Нет А где Ааа Мне Чтобы до генератора Добраться Нужно Нужно Муфты Вот эти вот А там Сталь нужна Радиус Мне не поможет Мне нужно Либо улучшенный Обогреватель Бахать Улучшенный Обогреватель Надо бахать Аванпост Как вариант Чтобы Уголек Доставляли Да Давай Это Быстрое Исследование Ну потому что Это Освободит Мне Рабочих Здесь Собираем Рабочих Лазарет Одно Паровое Ядро Двадцать Стали Нужно Я блазарет Построил Где-нибудь Вот здесь В блоке Которые Надо будет Отапливать В любом Случае Погнали Ну вместе С теплицами Они единственные Которые Не Третью Сталилитейку Не воткнуть А есть Сталилитейка Еще здесь Нет Там что-то Трансляция Офается Причем у меня Все ок Что'd Причем Ус У давно такого не было так ладно с углем мы слишком наверно проблему решили мне кажется прям перебор число сейчас стали нужно автоматом как работал там так и работает некоторых удалось убедить лондонец говорит с толпой он пытается напугать всех чтобы как можно больше людей присоединились к походу в лондон но слушателей остаются глухи к описанием ужасов этим нравится положение дел в городе разорвать толпу пусть священник подбодрит людей теперь не будет забивать головы другим пустым бредом и надо будет избавляться возможно здесь перестройка будет то есть лазарет возьмет на себя кажется человек 20 то есть он 4 с санитарных пунктов возьмет на себя и там эффективность лечения выше еще причем лазарете но минус правое ядро и там нужно будет два раза больше инженеров но по соотношению получается в два раза меньше необходимо строимся погасли два дня и похолодание минус 60 будет восстанавливаемся мне кажется надо здесь строить вместо короче домики надо здесь строить возможно даже убирать этот блок на что его будет очень сложным так убираем 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 вот не там 10 пациентов на 10 инженеров но темп лечения там выше два раза повторюсь единственное что здесь холодновато и надо поставить и тут паровой центр стали нихрена шинке нет строят строят автоматон настали еще хавчика нет давайте-ка я на всякий случай сделаю еще пару охотничьих лучше до похолодания все это сделать здесь я бы построил дома повторюсь может быть даже перестроили бы чтобы не пропустить на подготовку кухню перепроверяем чтобы они работали по нужному графику кстати неправильно я сделал видится не обогревает надпись на стене let's go back капитан кто-то осквернил осквернил стены надписями ужасные судьбе ожидающий город это вызывает беспокойство все так боятся что мы разделим участь в интерхоума у страха глаза велики пусть священник подбодрит людей отлично беспроигрышный вариант да я думаю что нам в первую очередь нужно с углем решить проблему выключаем ну вот здесь хорошо как видите даже скорее всего так убираем пока обогреватель разведчики достигли в интерхоума паровые ядра мы взобрались наверх и оказались на крайне города мы стояли там лишившись дара речи и смотрели на хаос и разрушение этот город мертвых большинство зданий в руинах а генератор взорвался разрушенный город усеян мертвыми телами в городской хронике описаны отчаяние охватившие жители от нехватка пищи последовавшие за этими стычки бунты и анархия затем началась борьба за умещаю за уменьшающиеся ресурсы и в итоге наступил голод последняя запись гласит прости нас господи мы едим своих мертвецов надежды больше нет блин тот ответвление хотя нет просто заснеженный утес а нет есть появилась давайте-ка сформируем новую бригаду и отправим их сюда лагерь американцев как же мне подбивает место раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь девять раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать да полностью не избавимся что по законам по новым полевые кухни хорошо дом исцеления праведные работающие в доме исцеления только лечат но и молятся за больных даруя надежду новое здание дом исцеления не требует наличия инженеров подходит для лечения тяжелобольных даете большой бонус вечерней молитвы хочу вечерней молитвой каждое применение повышает надежды лишь дает шанс убедить лондонцев остаться пищевые пайки нам нужны но у нас с едой проблемы как я погляжу пицца начинается новый день блин стали нет нужно набрать пищевых пайков и организовать вечерние молитвы переходим на супцы еще я торможу правильно есть надежда возрастает хорошо не дайте лондонцев нарушить подхожие 153 послезавтра минус 20 минус 60 точнее очень хорошая отапливаемость комфортное жилье жульё ком комфортное жульё а до этих не достает полевая кухня вот чем дело идти до этих двух может быть стоит действительно построить еще одну полевую это дешевле по углу по всему остальному давай добываем так строим сяк здесь люди меньше болеют в фермах их эффективность повышается хорошо доделываем исследование и это аванпост центр нам наша задача еще наладить доставки поставки угля по 800 это делается давай сначала исследованием но отопление надо делать улучшенные обогреватели либо а стены бур что дает дерево а может сталилетейку лучше сделаем хорошую паровой сталилетейный как раз сталь да вот что нам нужно это мы сможем дома успеть сделать до похолодания технологии аванпост центр не хватает стали 45 стали да вот надо было улучшать сталилетейки все равно то что там двера 88 подчеркивание переподписан 127 овермайн спасибо тебе большое давайте наконец демонтируем эту хрень у нас больных людей уже нет вы посмотрите убираем отсюда убираем отсюда ну потому что работает лазарет эффективно работает лазарет плюс отопление очень хорошее сейчас он же мне помогут демонтировать 45 стали ждем бойцовскую яму тоже она плохо стоит надо не надо ее отапливать надо и в третьем ряду строить всегда да я встали упираюсь это самая большая проблема на данный момент и аванпост центр строится ага вот он строим неподалеку от кладбища аванпост центр угля не хватает заряжаем полевую кухню так а ты что принесешь 22 ядра куда мы можем эти ядра закинуть друзья лазарет 2 построить и освободить вообще всем получается на наверное 2 лазарет сделаю правда я не вернулся я только дошел правые ядра древесины пищевой пакет следуем человека которому вы заметили издали нигде нет обыскивая его укрытие мы нашли дневник ученого бежавшего из винтерхоума когда в городе наступил голод и воцарился хаос тамошний глава капитан армии провозгласил себя абсолютным правителем он пытался восстановить порядок силы множество недовольных покинули город большинство восстали против него еще одно ядро и тут разветвление ё-моё может отправить тебя домой твои ядра нам помогут на давай так три ядра просто это дохрена просто за дохрена что в результате как не было так и нет стали мы пытаемся решить это сталелитейкой перестраиванием апгрейдом заводов автомат он работает конечно старается но все равно тяжеловато никаких там перестройки домов не идет речи я думаю уже о том как мне увеличить эффективность генератора до того момента как нас настигнет минус 20 дома мы обогреть не сможем нам нужен получается третий тир и нам нужны обогреватели новые ну ладно погнали 14 больных успеем доделать сталелитейку перестраивать будем уже после рабочего дня что сейчас отопление дам на топление что отопление стали на следующий тир тебе нет у тебя нет тебе нужно заряжать улучшенные обогреватели радиус тени поможет эффект не особо поможет потому что мы все равно уголь достанем нам не хватает мощности нам нужны этим так достроим пошлем достроим пошлем хотя сейчас мне может не хватить просто стали на перестройку завода сто процентов не хватит 15 стали отменяя исследование раз и два перестраиваем сталелитейку объединенные веры сыр до заката мы проведем вечернюю молитву собралось много людей они молятся а еще обещаю общаются и смеются давно мне не доводилось видеть столь приятного сердцу зрелище вера действительно смогла объединить людей но я все равно исследовать сейчас ничего не могу а нет могу легкие садни разведчиков дешевенький great чисто залез тут к сожалению все уже демонтаж так погоди а мне же нужно до похолодания лесопилку построить новую а лучше даже две штамм хрен его знает как она сложится дальше вот как раз для таких штук нужны будут ну улучшенный обогрев я смотрю где я могу их воткнуть так чтобы еще отопление работало все равно временная штука лес надо добывать больных всего 8 человек это спасибо лазаретом очень хорошая динамика идет ну дальше значит смотрите какая мы перестраиваем сталелитейки стали начинает собираться больше автоматом здесь x2 кстати по стали было а нет 18 было 36 ну почти x2 еды пока хватает больных почти нет и у нас сутки для того чтобы да это капец это забей просто не получится не успеем а как быть на форсаже можем притянуть немножко форсаже можем притянуть попробовать это чтобы здесь второй лазарет построить нормально дорога будет мешать над заранее проблема обозначить да лесопилки есть так и блин я же не сделал этот еще надо снарядить народ 20 стали надо час автомат он придет освободим 10 рабочих откуда мы их освободим еда нужна давай вот так сделаем создаем и на угленные шахты идем они будут раз в сутки поставляет нам 800 углям еще один акт вандализмом лондонцы снова заморали стены призывами покинуть город вместе с ними некоторые надписи даже содержит насмешки над вами сказано что этот тощий и безвольный лидер не способен править x поддержал ваш канал на 100 рублей и не пух привет руку бы пожал тем кто написал приложение гг на android настолько все быстро работает никаких затупов при переходе в блокирование экрана красавцы надеюсь доктор рейд такой ну во первых это известный пользователь андрей доктор рей у него никнейм надо ему передать надо передать и даже скопирую ты можешь отзыв отставить кстати это будет очень хорошая тема действительно у нас приложение с оценкой там 47 кажется без рекламы без там бесплатно и абсолютно пользуйтесь на здоровье еда маловато но я добавил сейчас немножко охотников с немножко не до этого кстати тем более к нам скоро вернулся через 18 часов с голода точно не умрем и байки принесут соточку священник избит я не знаю что там по хранителям веры успею не успею сделать построить поэтому не стал вписываться в эту лабуду периодически приходится возвращать людей в эти в санитарки посмотрите план какой к нам приходит ядро ставим еще один лазарет избавляемся вот от этой штуки по исследованию я может забиваем даже на сани и а что нам хотелось сделать обогреватель можно сделать сейчас что прогресс по саням никакой а стали уже скоро будет прям по хорошему добываться но следующий да нужно нужно обогреватели делал друзья первые ядра стали это очень хорошо что стали сколько 65 стали и не прочитал текст так обрадовался возвращаемся там что-то про американцев давай улучшены обогреватели они почему об нужно остановить опять же так далее так 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 проповедь прожмем хавчики есть с больными все ок минус 40 но лафа заканчивается друзья а так ну лучше в комфортных местах буду добывать Как-то народу мало Вроде как, вроде как все Все при делах Ну, из-за того, что я там 20 человек еще отправил В экспедицию Они, типа, с угля можно доставать людей Потому что у нас уголь сейчас А, тут не учитывается Тот инком мы еще не поставили Через 6 часов она только дойдет От экспедиции Помолился? Нет, не помолился, молимся Непригодная пища, народ голоден Почему такое? Я не знаю Ладно, давай непригодную пищу меняем Почему народ голоден? А, 19 сверху ручек Вот, скорее всего, почему так много недоволен Но это надо, извините Потом выключим сверху ручку Будет все хорошо 18 больных ок Лазарь отработает 8,11 Сталь добывается Динамика значительно лучше 5,7 если люди И автоматон-то, кстати, работает хуже, чем люди На него, видимо, не работают бафы Типа светилища И по-хорошему надо автоматону убирать На время Слушайте, автоматон, получается, даже минус работает Если у тебя есть такие бафы Типа как светилище Ну давай, перекинем его куда-то в другое место Это легко сказать Ну они тут же собираются есть Молятся Вообще кайф Труд без конца Не буду этим заниматься Куда мы поставим автоматоны? Может на какой-нибудь лес Который, типа, сложно отапливать Пусть он добывает пассивные Три человека только не перестроены Четыре мастерских работы Это лучшие обогреватели делаются Готовимся к похолоданию У нас временное решение есть Это форсаж Но в целом Нам бы сделать уже следующий тир И идти к мощности работы Очень быстро надо это сейчас сделать Как только исследование завершится Тут же надо идти в следующий тир И работать над мощностью Потому что Если мы, например, начнем перестраивать дома На все не хватит Нам нужно не только утеплить дома Но и утеплить точки Где идет производство добычи Поэтому сейчас Обогреватели хорошо Для точечного решения проблем Ну там для отключающихся Кухонь, лазаретов и прочего Но вообще нужны механические счеты И улучшенный генератор Сделать успеть До того, как мы замерзнем И за... Учитывая, что времени-то осталось Сейчас два с половиной часа Мы точно будем сидеть на форсаже И улыбаться Окей Здесь Сделаем заставу Которая будет приносить 800 угля раз в день Ее можно будет снести Здесь можно Аналогичный Сделать Аванпост Для дерева Но в этом и есть смысл Потому что этих людей Не надо кормить Если тебе нужна дерево Да? Или какой-то ресурс Реально сейчас лучше Расформировать Пустить еще одних товарищей Пусть они лес таскают Их не нужно кормить Их не нужно лечить У них все нормально Сколько? 10 рабочих нужно Давайте Вытащим еще откуда-нибудь 10 рабочих Не изъедай Пожалуйста Только Где они сидят С угля Вот с этого Вытаскивай Формируем Новую бригаду Эм Так Нет А я думал Кто-то умер Подожди Нам нужно принять Какой-то закон Вон храм есть Храм Мы построим Впечатляющий символ Веры наших людей Он зажжет Пламя надежды В сердцах праведных Заставит уверовать Скептиков Новый храм повышает Вон изменить Свои взгляды Недовольство Упасть С торжественной службы Делаем Блин, а где? А как? Ааа Нельзя отправить Там лимит есть Нужно исследование Соответствующее Бахать Я понял Спасибо, что предупредили Ой-ой-ой Взволнованная толпа Лондонцам на руку Недовольство Лондонец говорит С неспокойной толпой Он пытается напугать всех Чтобы люди присоединились К походу Их недовольство Положением дел Делает его описание Ужасов еще убедительней Блин 68 Что-то динамика Какая-то не очень Храм можно построить Скажите, а храм Нужно отапливать Вообще? А Похоже, что нужно Похоже, что его нужно Отапливать Капец Капец Как криво Здесь я хочу Поставить Лазарет Он вроде Поместится там Как криво Ну ладно Хрен с ним 11 больных Всего лишь Через 3 часа вернутся одни Через Час вернутся вторые Этой ночью Мы Получим большое количество Стали Уберем сейчас Дорогу К храму доведем Как-то по-другому Ну что, по углю Все нормально Есть небольшой запас На увеличение Мощности генератора Я бы убрал Автоматона И послал бы Его работать Ночью На этом На сталилитейке Надо не забыть Вот эту Ротацию Так, хорошо Больных всего 9 человек Голодных нет Экспедиция вернулась Принесла сталь И ядро Отправляем Сразу его На новую точку Временное поселение Ну, учитывая похолодание Надо строить Второй лазаред Это сейчас У нас проблем нет Со здоровьем Будет Ставим Второй лазаред Под шумок Сносим Все Палаточки Эти Строим храм Строим храм Строительство храма Завершено Завораживающий Символ Нашей веры Виден изо всех уголков Города Надежда Растет колоссально Кстати Вот он Красивый какой храм И там есть Торжественная служба 20 пищевых пайков В храме пройдет Длинная Торжественная проповедь Некоторые лондонцы Возможно встанут Один человек Повелся Только на наши эти Бывает Еще вернулись Еще пайки Еще ядра Экспедицию Посылаем дальше Там разветвление Может еще одну экспедицию Сделаем Мы можем ее Или тоже исследование Нужно какое-то Не можем Давай третьих Организуем Ты чего Нет Нельзя Так Сейчас У нас появилась Сталь У нас появились Паровые ядра Я закидываю Инжей Сразу же Вот отсюда Убираю И закидываю Заранее В лазарет Все Это пока Удаляем Так Что делать Что делать Сейчас будет Минус 60 Обогревателей У тебя нет И вырубаешь Форсаж Нет В смысле Обогреватели Есть Но ты все равно Скорее всего Врубаешь Форсаж Угля Тебе на обогревателе Пока хватает Один часов Запас 50% Запаса Да Здесь палатки Мерзнут Ночью Почему-то Потому что Мы не круглосуточно Здесь работаем Это ошибка Здесь тоже Прохладненько У мастерских Мастерских Вообще Трандец будет Так А ну-ка Паровой центр Ну Мастхэв Паровой центр Здесь И возможно Заранее Паровой Поставить У охотников Они тоже Какие-то Каждый Паровой центр Это дополнительная Нагрузка На систему Дополнительный Расход Угля Так и хочется Перестроить Столько Мест У меня Освободилось Я думаю От этого Блока Он самый Такой Странный Надо Избавляться Надо Перестраивать Все Ближний Радиус Реактора Но не хочу Тратить Последнюю Сталь Хотя Врубленный Форсаж Все равно Там Подогреет Народ Короче Доброе утро Минус 60 Больных Добавилось Но они Распределились По лазаретам И сейчас Из картинки Вот такой Мы Ряды Продолжают Пополняться Доброе утро Шесть утра Ааа Слушайте У нас склады Переполнены Нам бы Складик Какой-нибудь Отгрохать Потому что Такая ситуация Будет повторяться Склады Не требуют Питалова Видите Он не может Принести Следующий Шесть утра Ну В восемь Кажется Придет Минус Пока у людей Все нормально Комфортные условия Даже без обогревателей И тут Подмерз Раз домик Бездомный Есть Сразу Форсаж Блин Даже Форсаж Не помогает Аааааааааааааа Ах Это рабочий день Начинается Хорошо Рабочий день Начинается И Включаются Обогреватели Соответственно Сюда еще люди Не успели Прийти Видимо Поэтому Такая Хрень наверное нет не поэтому а тут мне полевая кухня что ли не достает почему здесь так холодно черт что происходит ладно можем компенсировать обогревателем не сильно здесь норм хотя та же самая ситуация а нет это куча нет ни куча угля я не включил кучу угля нет включил работает 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 какого хрена ладно здесь комфорт здесь норм тоже да здесь холодно к черту лес в этом месте я не пойму почему вот именно этот сегмент такой убоги у нас до кухни не работает там рабочий наличие все спасибо другое дело так т3 у нас есть т3 это улучшение генератора погнали потому что мы сейчас жжем уголь на форсаже работаем склад то построили нет построили давайте склад на уголь скинули хорошо у нас появился запас угля и самое главное пошли добывать дальше в результате что прожимаем вечерние молитвы хорошо хорошо это хреновенько там просто никто не работает хорошо хорошо даже без обогреватели не нормально слушайте а как насчет вот так вот шикарно еще подэкономили вообще класс ну всем тепло ну кроме домов на дома мы будем сейчас как раз перестраивать смена убеждений сэр в храме молча плакал какой-то человек мы подошли к нему и спросили нужна ли помощь он сказал что хочет видеть вас я думал вера умерла во мне давно в лондоне вместе с женой и дочерями я не видел смысла в новой жизни в борьбе за выживание на сегодня когда я вошел в храм ее видел будущее для нас всех теперь я готов к нему прослышать как насчет перестройки перестройки домов минус вся сталь автоматон здесь конечно так эффективно добывает у нас не так эффективно убираю автоматон и состав людей автоматоны сюда только не надо обогревателем ну чё 14 больных голодных почти нет бездомных много но это мы на проходник этот что по форсажа форсаж на 30 процентов на 40 процентов мы сделали улучшение генератора динамика положительные проблема зайти только в чем в том что мы не успеем это исследование сделать до конца дня и нам скорее всего автоматона нужно бы то а автоматону мы не можем поставить в инженерку нас нет исследования приплыли забей на дерево иди строй вся музыка просто эпичная игра я такая прям ох торжество и одновременно с этим безнадёга странное сочетание продам кунжи они все на продамки сидят сначала игры ну там есть какой-то шлейф типа но не хватит 25 процентов за час чтобы этот шлейф дошел до конца холод вызывает злость обогреем часть домов там и как раз перестраиваем эти дома в этом и смысл обогрева форсаж почти на половине до 80 процентов исследования болель это конечно трындец половина форсаж а потом придется и ребенка или или ядро кидать в в топ папа нас подмерз а и кстати недовольных стало поменьше сейчас мы вместе перестроим коллективно дома больных всего трое представить как работает лазарет но это сейчас мы сейчас только первая ночь после минус 60 угля хватает угля хватает все процесс идет так 4 из 5 сейчас еще три домика строится мы выполнили обещание а нам нужно еще придерживать температуру до отметки как насчет как насчет выстраивание дополнительных домов все сталь просто в салат сдали вроде успеваем до главный форсаж успеть выключить новые больные помещаются в два лазарета кражи еды кто-то украл 6 штук пищевых пайков со склада говорят это лондонцы делают запасы для своего путешествия похоже их безумная идея отправиться в лондон набирает популярность а сколько мне осталось 100 дней 8 дней для того чтобы 60 человек переубедить недовольство возрастает то есть нужно доделать исследование она он стартанет только через два часа после этого возможно появится у нас проблемы с углем потому что реактор будет потреблять в два раза больше угля но у нас кажется есть способы так один больной идет на лечение это новые пришли идет на лечение это все новые то есть мне нужен третий лазаря друзья россий поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает и гербанк да есть жеж приятного стрима спасибо большое а сколько у нас кстати жителей домов на жителей сколько есть такая статистика есть свободной койки 37 то есть мы можем избавиться например от вот этих вот домов потихонечку так исследование пошло возобновилось 84 форсаж сколько осталось то форсажа 91 процент что по новым законам откатились только что смотрим что наверху храм осуждение заслуженное осуждение группа людей будет время от времени уходить от лондонцев можно будет обнаружить небольшое количество ресурсов недовольство вырусит найс моё блин у меня один человек вот он может перейти в разряд тяжело больных но для начала нужно все таки форсаж убрать врубить генератор на после исследования 95 95 капец 95 да он идет уже есть нет он же еще должен разогреться не хватило немножко он должен подняться до этого уровня потом ты форсаж недовольство почему максимальная твою мать твою пам народ бешенств ну это но ведь новый но в смысле старой механики но для меня они уже позабыта куда мне ставить лазарет еще один там нормально там отлично просто так но недовольство мы сможем убрать это не проблема на лечение на лечение идет на стройплощадку нет уж давайте лучше автомат он здесь как-то сам так ну проповедь тыкаем еда у нас есть проповедь пошла а что по углю кстати угля видите немножко даже не хватает сведения от верующих капитан одна женщина сказала нам что знает где собираются лондонцы мы воспользуемся этой информацией и за восемь дней нужно вернуть некоторые были обличены и переубеждены я понял тебя посылаем же отправляю вот этих лечиться так ну и чё делать то надо как-то уголь бустануть тут динамика хорошая добавляем еще рабочих здесь какая динамика да тоже не хватает именно темпа добычи добавляя больных людей туда помогло ли это не особо может брать охотников мы на супцах уже не совсем где в целом люди кто-то на кухне кто-то охотится грейдануть охотников чтобы рабочих освободить что вот конструкции углевые и углевые и столи литейные не хочется трогать вообще исследование и так мы бустим как как только можно домики будем грейдить перестраивать трог без конца конечно ой холод в домах непригодных почему непригодная пища почему непригодная пища я не пойму я вас уже пересадил сто лет уже на нормальный супец добрый вечер фейстайм разведчики нашли поселение паровые ядра древесины в центре поселения вертикально поставлены поставлен большой камень кто-то высек слова на шершавой поверхности да простит бог гения что предпочел прогресс человеческой жизни ибо мы не простим изгнанники теслаграда мы не тронем памятники но разберем жилище что получить древесину дерево ядра но сейчас ни то ни другое мне не нужно я бы пошел дальше колония за стеной капец конечно супца я навернул если супец без опилок то даже с опилками ничего страшного короче мне кажется сейчас надо более старые исследования бустануть 40 30 20 10 нет 40 30 20 а давайте-ка мы схитрим немножечко так это что ну вернем снизим недовольство убрав соответственно чрезвычайные смены но временно так легкие сани разведчиков разведчики быстрее начинают я бы что-нибудь базовое такое тюремоизоляция по стародобыче кстати очень хорошо но наверное лучше все таки воздушные охотники или тактика охоты тактика охоты меньше рабочих как раз вот что нужно да и пробегаемся по кстати у меня чрезвычайных смен было меньше до этого недовольства сейчас мы вернули все но сбросили счетчик получается чтобы работа закончена сегодня говорят ну что строим новые дома или не будем у нас ресурсов не так много взволнованная толпа мне кажется потерял уже давным-давно контрольную ситуацию мне нужно как-то все вот это вот недовольство снизить за семь дней вообще хз там потепление будет на два а потом похолодание на три надо спланировать что-то как-то недовольство складывается из чего их целую сверхурочный ладно уберем временный модификатор надеюсь уйдут дома 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 самое главное что дом нет лондонцам на руку недовольства мести цир священника которого вы послали ааааааа он мертв и у повесили на генераторе короче этот ивент тоже нельзя использовать все вот это уже смерть Нет, это не скрипт. Это из-за того, что я посылал священника. Несколько представившийся, как анонимный житель Нью-Лондона, поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. ГГшечка. Капитан. Мой капитан. Большее число распутных девок и корчмарей помогут снять недовольство. Бонич так же был. Ну, не надо священника просто посылать. Ну, я понял, да. Что есть такое следствие интересное. Так, как мы относимся к постройке чего-нибудь ночью? Ну, да, я понял. Я не знал, что такие последствия есть. Посылаешь, не посылаешь. Я думал, что раз у нас есть, типа, вера уже, типа, что мы что-то построили, у нас есть возможность послать священника, можно его послать. Потому что такой пункт неактивен бывает. Но вообще сейчас нужно... Нужно лес добывать. Причем достаточно активно. Со сталью мы вопрос уже более-менее решили. А вот с лесом, как вы видите, уже серьезные проблемы. По углю тоже все вроде нормализовалось, стабилизировалось. Поэтому я уберу инжей. А где у нас обогреваемое? Достаешь же? Ну, я вроде примерялся так, что доставало, да. Ладно, но здесь огромное количество ошибок у меня все равно было. Больных нет. Голодных почти тоже. Сейчас новые больные появятся, исходя из... Новые выжившие, друзья. Умирающие изгнанники. Некоторые изгнанники еще живы, но едва-едва. Мы попробуем доставить их в город, но они могут умереть по дороге. Один умирающий прижимал к груди дневник. Мы прочли последнюю запись. Изгнанные из Теслаграда. Еда и топливо заканчиваются, и мы послали самых сильных из нас за подмогой. Они наши последние надежды. Посхожи про этих бедняк... Про тех бедняк-американцев, которых мы похоронили. Короче, сопровождаем, чтобы они не умерли. Отнимать припасы не будем. Сопровождаем. Вы сопроводили до города. Мы вытащили умирающих изгнанников. 20 инжей, 40-35 человек и 7 детей. Снежных жилищ подготовили к путешествию в наш город. Некоторые очнулись от сна подобного смерти. Поблагодарили отсутствующих друзей, что привели. Надо выстраивать им дома. У меня есть места для этого, конечно же. Ну и в целом даже запас по лечению тоже есть. Возможно, надо воздушных охотников сделать, потому что еда, как вы видите, уже у нас постепенно заканчивается. Что там? Что-то произошло, а? Еще одна кража. Не, ну этот нашибался, конечно. Это старт. Это вообще первый трай после долгого перерыва. Я вспоминаю механики, удивляюсь происходящему. Кикейка 82 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Да. А ведь где-то плачет и висит на генераторе один священник. Есть такое дело. Люди злые на воров. Собралась толпа, требует, чтобы прекратили игнорировать кражи. Сэр, надо что-то сделать. Закон о покаянии. Давайте закон о покаянии. Ну, у нас есть три дня, там закон откатывается. Даже если два, то мы успеем принять, насколько я понимаю. Ну что, доброе утро, страна. 62 лондонца, гады. Нам притаранили еще уголька. Исследование. Продолжается. Можно добавить еще мастерскую. Потому что сейчас придут люди. Это ж они придут, да? Нет, это дойдут. Через 14 часов придут люди. Для них нам нужно надыбать леса. Сделать дома вокруг. Для них нужно будет еды побольше. Либо мы добавляем охотников сейчас. Либо успеваем сделать воздушных охотников. В чем я очень сильно сомневаюсь. Как же здесь криво все. Тем более лес мы уничтожим. Давайте убираем еще там пять инженеров. Закидываем сюда. И смотрим, где еще мы можем пособирать. Это отапливается штука, нет? Вроде да. Ну я сейчас в лес упираюсь. Я вижу, что с елками проблемы. Надо... Они опять меня на вилы хотят поднять, гады. Разведчики нашли что-то опять. Еще выжившие. Ё-моё. Мы поговорили с детьми из укрытия. Они рассказали, что однажды ночью учителя и некоторые охотники вывели из Винтерхоума ради секретного приключения. Учителя сказали, что им придется остаться тут на какое-то время. А потом еды стало мало. Их пекуны отправились куда-то раздобыть еще больше и не вернулись. Похоже, детей эвакуировали, прежде чем все пошло к крахам. 35 щеглов. Хорошо, у нас есть закон о детском труде. Мы позаботились о детях. Мы построили детей в колонну и рельсой так пах. И отправились в сторону города. Они шли тихо и решительно, точно маленькие и взрослые. А самые младшие прижимали к себе игрушки. Им предстоит долгий путь. Позаботьтесь, чтобы к прибытию было готово достаточно теплых постелей. Блин, просто... Вот чем хороша в хороший фростпанк, это вот именно геймдизайн. Это вот совокупность всего. Совокупность придуманного мира, механик, втягивающих тебя вот в процесс. Хорошая музыка. Вот эти вот прописанные короткие вставочки сюжетные. Очень круто. Достаточно места станков. Да-да-да. Какая у нас динамика по добыче дерева? 220. Неплохо, кстати. Очень даже неплохо. Не обогревается. Я бы снял еще здесь инжей и закинул сюда. Потому что запас по углю есть, а вот домики надо прям выстраивать очень активно. Добыча по углю отрицательная, но это... Опять же, запас есть, это нормально. Неизвестный поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Михаил, я уже устал сидеть в бане. Так я же не знаю, что... Или ты буквально в бане сидишь. Я не знаю, кто это. Там будет потепление, потом резкое похолодание. Мне нужно на потеплении очень... Ну, все вот эти вот проблемы решить с недовольными. То есть построить теплое жилье, всем промодернизировать. Принять новых людей, вылечить, накормить. Решить проблемы с надвигающейся, с едой. Сейчас ее нет, но как бы придут рты. Тактика охоты. Может, реально охотничьи хижин просто наставим и все. Делов-то. Немножко леса мы разрушили здесь, к сожалению. Ну, лес, он неисчерпаемый тоже. Если захочется, можно бур сделать. И будет постепенно, постоянно добыча леса. 19 больных. Не подключаем третий лазерят. Тут кухни не достает. Приходится покрывать ручками. Так, отлично. Охотники. У нас освободились люди. Сейчас воздушные охотники. Это у нас эффективность возрастает в полтора раза по еде. Или уже готовиться к термоизоляции. Или, например, к третьему улучшенному реактору. Нужно два тира сделать. Леса нет. Термоизоляция по ста добычи хорошая штука. Под минус 60 надо сделать ее. Я забейте на дом. Мне не хватит. Да, давай еду сначала попробуем решить проблемы с едой. С рабочей освободили. Сейчас будет потихонечку строить. 19 больных, 6 голодных. Но запасы по пайкам есть. Но через 8 и 17 часов прибежит почти сотня новых людей. И здесь у нас 54, 61 человек. И здесь еще 35. Блин, ну да, почти сотка. Карлсон, привет. Так, нужно закон о публичном покаянии. Принять. Может, сделаем еще одну мастерскую напоследок. Ребенок лжец. Сэр, с вами хочет поговорить девочка. Она плачет и повторяет, что ее мать невиновна. Я соврала, соврала. Солгалась священнику. Мне так жаль. Я сказала, что мама говорит, что вы чертов дурак. И сгорите в аду. Но я на нее просто злилась. Я все придумала. Прошу не наказывать ее. Мать будет наказана. Мать перемать. Ступай. Ну, прощаем ее, конечно. Прощаем. Что же делать? Блин, леса нет. Ну да, я же лес потратил сейчас на охотничьи хижины. Вот из-за этого проблемы. День держимся, потом потепление на 20 градусов, потом похолодание на 30. То есть будет минус 70 к тому моменту. Что у нас там по вере? Прожимаем. Вечерняя молитва. Но главное недовольство снижать. Холод дома это самая большая проблема. То есть мне нужно вот эти домики все модернизировать, перестроить. Для этого нужен сталь, сталь есть и лес. Лес мы добываем. Не везде, правда, но добываем. Сейчас уже поздновато, наверное, рыпаться. На самом деле, если дома прогрейдить, то температура приемлемая. То есть там нет холода. Вы все врете. Вроде норм все. А в пабе там ни прожать, ни самогон, ни путан. Все в порядке? Да, все в порядке. Блин, я вспомнил, что некоторые товарищи с детьми-то... Папа, папа, кто такие путаны? Ой, дядя Миша, дядя Миша. Так, закон. Я должен был принять закон какой, как он называется? Публичное покаяние. А я не добегусь до него. Мне нужно сначала хранить или веры. Сейчас нужно недовольство снизить. Ладно, ждем час. Надеюсь, есть у меня этот час. ХЗ. Ну и сейчас будем выключать это все дело. 19. Нифига себе. Ты в какую сторону мотал-то? Блин, как так-то? Серьезно? А, я светилище убрал. Дурак. Вернулись разведчики. Блин, без паузы, конечно, сложновато, капец. Сейчас новые люди. Домов ни хрена нет. Мне нужно... Снизили недовольство. Принимаем закон новый. Хранители веры. Хранители веры. Хранители веры. Ваши самые ревностные почитатели бога проследят, чтобы праведные могли работать и молиться о мире безопасности. Новое здание оплот хранителей. Можно послать хранителей веры разогнать протестующих, начиная в процессе снижать недовольство. Готово. Готово. Погоди, сейчас мы делаем... Делаем бараки для новых людей. 4-5 нужно сделать, да? Дальше грейдим еще домики. Блин, как же приятный такой щелк, 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 щелк. Доделываем новые. Почему? Потому что под утро придут еще 40 щеглов. Голодные пришли. Давайте форсажик выключим. Для того, чтобы проще было строить. И я должен построить хранители веры. Хранители веры тоже отапливаются. Они не привязаны вроде как к... Погнали. Здесь прожито, здесь прожито. Здесь перестраиваем. Кухню можно было убрать. Поставить здесь две штуки, да? Не, хватит. Нормально. Палаточку перестраиваем. Дома комфортно, комфортно, хорошо. Сталь есть. Автоматон добывает. По углю. Кстати, динамика отрицательная. И разрыв увеличивается. Ну ладно. Это... Это... Это понятно. Сейчас массовое строительство идет в конце дня. Надо перестроить домов 15, выстроить еще храм. Задач хватает. И накормить еще 100 человек каким-то образом. С больными пока все ок. Но мне кажется, динамика такая, что сейчас поболеют они. Я могу сдвижить 30 человек. Сейчас их уже 16. Новые дома. Когда мада строится, нужно форсаж убрать. Не, слушайте, нормально. Работает. Красивые домики делаются. Там прям комфорт. Там прям комфорт. Вообще люкс. И мы можем на этом потеплении на плюс 20 вообще за день избавиться вообще от проблем. Только вот проблема с хавчиком начинается. Видите, сильно голодные люди. Да. И все-таки не помещаются у меня больные. Куда они? Ну, видимо. Правильно сделал, что воздушные охотники. Потому что проблемы с едой очень серьезные. И через... Щеглы прибывают через 15 минут. 15, 14, 13. Они тоже, наверное, голодные. Возможно, больные. Домов... Да, пришли дети. Капец, еды нет просто. Докидываю сюда. Переходим на супцы. Ждем охотников. Самая большая проблема сейчас с хавчиком. Так, 18, 20. Все, дома сейчас будут в конце этого сделаны для всех. А может на форсаже до потепления посидим? Посидим, как вы думаете? Нет, тебе нужно успеть остыть к тому моменту как. О, недовольство заметно снизилось. Смотрите. Никого не интересует. Уже дома всех устраивают. Они просто голодные. Но мы решаем эту проблему. Сверхурочную работу мы убираем, когда захотим. И получается... Так, исследование. Воздушные охотники сейчас нужно сделать. К чему надо дальше готовиться, друзья? Может быть сразу следующий тир сделаем? Похолодание, похолодание. Думаю, похолодание. Может дом? Дом трындец какой дорогой. А что порезом? Если ты хочешь дом, тебе нужно как минимум стальлетейку улучшать. А то и скорее всего делать добычевого дерева. Блин, так и так и так нужно делать сейчас следующий тир. Либо в пятый идти до похолодания, чтобы генератор можно было растопить еще на штучку, чтобы пережить это все дело. Ладно, давай отопление сколько нужно. Чуть-чуть леса нужно подождать. Все, подождали. Погнали, следующий грейд. Еда появилась. Сильно голодных уже нет. И можно построить... Так, этот ожидает. Так, ну и в целом, что у нас? Они же будут недовольны хавчиком. Давайте переключимся на нормальный суп. Кража проигнорирована. Форсаж выключили. В целом, условия приемлемые. Работы где-то даже комфортные. Скоро откатится проповедь. Хранители веры. Есть, надежда растет. И здесь мы ночную процессию... Ооо, вот она, ночная процессия. Помните, все наши беды и ничто перед лицом вечности. Споем, братья. Воистину, гимны творят чудеса. Веруйте, братья и сестры. Весна еще настанет. Пусть добрые пастыри ведут нас сквозь снега и льды. А как еще вообще в такой ситуации без веры? Пошла. Надежда растет. Недовольство падает. Сведение от верующих. Капитан, одна женщина услышала, как соседи обсуждают тайники с едой и другими припасами. Мы выясним обстоятельства. Отлично, припасы возвращаем. Еда есть. Что у нас по... По дереву? А, ты же хотел охотников перестроить, Михаил. Да хрена народу просто. Воздушные охотники. Оно того не стоит. Как вы, если нас до 40 стали. У меня пока народ есть. Я буду лучше закидывать сюда охотников на еду и закупаться так. Голодные? Ну ладно, еда есть. Да? Да. Еще мы сможем построить охотничью хижину. Криваться не будет здесь. Крис Хоунточ, здравствуй. Два лазарета работают. И завтра будет по... Потеплением. А, подождите, у меня же дети. Стоп! У меня же дети пришли. Я же должен сейчас детей раскидывать на уголь. Убирать оттуда рабочих детей. И ставить в места, где они могут работать. А рабочих освобождать. Потому что рабочие охотники. А дети должны... Ну, они гораздо менее универсальны. Вот так высвободили рабочих. А, здесь ничего нет уже. Демонтаж. Тот-н-жи. Тот-н-жи. Вот сюда надо отправить. Так, раскидали народ. Полсотни просто вжух. И готово. Вижу, что по лазарету у нас тенденция не очень хорошая. Хотя нет, подождите. Все нормально. Это просто сейчас долечится основная масса. Труд без конца. Не буду этим заниматься, естественно. У нас есть еще пять дней для того, чтобы... Собаки. Я думаю, может лазарет еще один отстроить. Чисто, чтобы у нас был запас. Всякое его лучше строить... До того момента, когда он... Ну, типа, прям уже нужен. Заканчиваются отапливаемые места. Надо, видимо, делать еще какой-то блок. Отапливаемый. И надо подумать над добычей лесом. Мне кажется, надо вот... Реально буры исследовать дальше. Стены бур. Требует паровых ядер. Но, по сути... Что, сталь добывается прогрейжен? А вот с лесом... Ну, хотя лес тоже и вроде есть. Тут 700. Чем тебя не устраивает? Тут 350. И здесь еще косарик. Ты даже можешь построить еще одну лесу. Топилку. Вообще не можешь построить. Потому что ее нужно будет отапливать. Надо оттянуть туда. Хотя, подожди. Сейчас самый хороший момент, чтобы... Это сделать. Почему? Потому что у нас будет потепление. И мы как минимум денек... Сможем на таких местах... Под следующее утро, я имею ввиду... Взяться и поработать. Потом, наоборот, надо будет уже... Как-то компактнее, компактнее... Собираться. На рабочих нихрена нет. Так. Следование завершается. Субцы делаем нормальным. А нам же еще нужно покаяние сделать в два дня. Но через 15 часов новый приказ как раз будет покаяние. Так. Доставляют. 60 голодных, но ок. Так. Мы можем следующий тир брать. Первый вариант улучшенная сталилитейка. Просто, чтобы сталью залиться. Ну, я думаю, что надо все-таки идти просто в следующий тир. Сюда. В последний. Всю сталь тратим. Почти весь лес тратим. Но мы, по крайней мере, сможем к улучшению генератора прийти к похолоданию. Погнали. Пытаемся прыгнуть по технологиям наверх. Люди занимаются строительством. После этого надо прикинуть, откуда мне вытащить народ. Есть опция с угля вытащить. Есть опция вытащить. Что там случилось опять у вас? Кучка недовольных. Толпа слушает одного из лондонов. Разогнать. Пострадать. Ладно, пострадать это не убитые, это раненые. Помещаются пока в лазаретах. Ну... Сейчас будет еще торжественная служба за 20 пищевых пайков. Больных мало. Голодных кормим. Снижаем недовольство, увеличиваем надежду. И сейчас я бы попытался как раз перед похолоданием запастись лесом. Ну, короче, добыть те ресурсы, которые мы не сможем отапливать. Поэтому убираем... Убираем рабочих. Кидаем в лесопилку. И еще одну лесопилку нужно нам заполнить с вами. Как-то так. Сейчас будет временное послабление. Новые больные появляются, но это все контролится нормально. И я думаю, что лазарет нужно один выключать. Все эти инженеры нам пригодятся на других постах. Почему в полевой кухне сидит пять человек? Вот такой вопрос. А, слушайте, у меня полевые кухни... Я аж, помните, полевые кухни переключал, и они... Вот, это очень важный момент. Все, разобрались. Где автоматом? Ну, он, он сталь собирает. Люди вновь выбрали надежду. Впервые лондонцам не удалось никого убедить, покинуть город, бежать. А-а-а-а, вот оно что. То есть они каждую ночь делают проверку на... На недовольство. Так, а может сейчас снижать его вообще дико-дико-дико, чтобы... Да, мне нужна обратная динамика. И как раз надо сейчас это делать. Короче, убираем... Мне нужно не просто, чтобы недовольства не было, а чтобы... Черт. А как я это сделаю? Мне нужно через вычайки отменять. Мы обнаружили лист обшивки, прибитый к камню. На нем выбито следующее. Вот, в 1886 году экспедиция американцев на судне Гефест прибыла сюда в поисках убежища от глобального обледенения. Да упокоит Господь души ваших сограждан со второго корабля. Прометея, который сгинул по дороге сюда. Еще немножко ресурсов. Теслаград. Но, к сожалению, чтобы... Мне же нужно убрать вообще всех лондонцев, правильно? Для этого мне нужно... Убирать... Чрезвычайки. А если я их уберу под конец дня рабочим, как настоящий эффективный руководитель? Пока работаем по старому графику. Недовольство возрастает тут же пропорционально. Добываем дерево. У нас по дереву и по... Да по всему хорошо идет. Инкам 600 по дереву. Хоть склад строй, кстати. Еще один. Два склада. Бахаю. Ну что, еда есть. Принимаем сейчас покаяние, чтобы выполнить... Публичное покаяние. Все люди ошибаются, но согрешившие должны устроить публичное покаяние, чтобы прочие не следовали... Извинить, короче. По пути зла. Только тогда они будут прощены. Новая возможность публичное покаяние. Каждый использователь повышает надежду. Скажет, применение будет ходить... Люди будут ходить от лондонцев. Ой, шикарно. Приняли закон, все довольны. Недовольство растет? Что? Стоп, а где... А где... А где мне... А где мне прожимать публичное покаяние? Не, не вижу. Там же была новая способность, типа. Не? Можно, кстати, снизить уровень тепла, наверное, на единичку. У церковных вышибал. Ну, в храме пусто, в доме молитвы пусто. А, подожди, хранители веры же еще есть. То есть, это храм? Это дом молитвы? Это храм хранителей веры. Где? Ну, подсветилось. А, вот оно. Во. Хтыщ. Публичное покаяние начнется в 10.00 генератора. Классно. Но, в конце этого дня я собираюсь перевезти. Заполнено. Блин, лес не добывается. Че ты стоишь, ждешь. Строй что-нибудь за лес. Останавливаю строительство. Знаток игровой механики Михаила Добрый Вечер. Сейчас склады организуются. Там древесина. Наверняка есть кнопка удаления этого. Что-то у них опять произошло. Алло. Подсудимый священник. Сэр, у вас хочет видеть женщина. Он утверждает, что у нее есть улики против священника. Наш человек, в свою очередь, обвиняет ее в ереси. Вы моя единственная надежда. Восклицает она. Я хотел обличить негодяя, но его товарищи прогнали меня. Он сочиняет небылица, что обличить, кто противостоит ему. Женщина права. Блин. Священник прав. Мне нужно снижать недовольство. Чтобы не усиливалось оно, по крайней мере. Современный город с тщательной планировкой. Высокая башня испускает. Теслаград нашли. Молния, образующая купол, который отражает свет. Никто не вышел по приветствовать. Исследовать. Теслаград. Сильное тело и быстрый ум не убоятся холода, гласит надпись над входом в Сталинград. В Теслаград. Высокую центральную башню окутывает синие сияние электрических разрядов. Ну что-то пошло не так. Повсюду в улицах обугленные тела. Воздух пропитан вонью. Осматриваем, кажется, Теслаград. Это рандом. Типа ты можешь сдохнуть, а можешь нет. Одного хранителя не хватит на всех. В городе может быть только одно здание. А, типа... Я понял. Так, один склад у нас пустой. Это пусть пустует. Надо уже снижать недовольство, друзья. 22 сверхурочки. Вот это все надо вырубать, видимо. Оставляю только самые важные из серии. Там, мастерской. Ну, точечные вещи, которые... Нужны. А все остальное сводим к минимуму. Ну что, мы дошли до генератора. Готовимся к похолоданию. Начинаем исследование. Оно, кстати, будет похолодание уже завтра. То есть мы опять на форсаже улыбаться будем. Какое-то время. Ну и, возможно, даже... Да, останавливать придется на шибе стоящей лесопилки. Потому что их сейчас накроет в первую очередь. Вот эту останавливать. Эту останавливать. Ну, это в 8 часов произойдет. А давай-ка уже переводить это на... Посты добычи раз. Это два. Здесь тоже три. Соответственно, полевую кухню тоже. Недовольство резко упало, но это нормально. Здесь просто останавливаем производство. Выключаем в 20.00. Лесо мы надыбали, как и хотели. Выключили раз. Убрали рабочих. Выключили два. Тоже никакого обогрева. Ничего не делаем. Убираем рабочих. Что по другим лесопилкам. Тоже, наверное, пока переходим в такой режим. Без чрезвычаек. Почти минимальное недовольство у нас сейчас. Но 48 недовольных лондонцев. Сучков. Так. Кухня пусть работает на... Кстати, надо достроить бойцовские арены. Что-то я совсем забыл про людей. Они вообще не требуют... Никакого... Так, может, мы еще поверим, посмотрим. Что там такое? Общественное покаяние. Больно, да? Знаешь, что больно. Так и должно быть. Прими боль. Никогда не поздно покаяться. Смотрите, как корчится. Это зло покидает тело. Скоро все будет кончено. И ты вернешься к нам. Так, ну что. Надежда отлично. Недовольства почти никакого нет. Но работать мы будем... Сильно менее эффективно. Что насчет дополнительных тем по вере. Типа дома молитвы, которые... Справа у нас не покрыты вообще домом молитвы. Обогревать его не нужно. Как ты ставишь вообще? Недовольства нет. Надежда максимальная. Что? Ну ладно, не максимальная. Слушайте, а может все-таки я зря так... Это самое... Резко снял. Так, тут дошли. Правые ядра. Рыбацкая деревушка. Здесь небольшой участок. Море не замерзает из-за горячих источников. Американцы, воспользовавшись этим, основали поселение рыбаков. Рыба. Сейчас тут пусто. Это поселение рыбаков. Раньше снабжало Теслаград едой. Обыскав его, мы нашли письмо. Майк, не возвращайся в город. Тесла обезумел. Он изгнал всех коллег и больных. В том числе родителей Джерри и старушку Бетт. Скоро прольется кровь. Соберем только ресурс, найденный на месте. Позже можно построить аванпост. Да, хорошо. Аванпост хорошо. Не трогать поселение. Берем паровые ядра. Надо, возможно, исследовать как раз... А, погоди. Тут дальше можно... Я бы разведчиков третьего взял бы. То не хватает. Но на это нужно исследование. Недовольства нет. Это как? Так, еды, кстати, маловато. Может быть, построить все-таки один этот охотничий ангар. А, давай так. Ну что, остановили производство. Молодцы. Больных почти нет. Голодный меня беспокоит. Давай на супец пока перейдем на такой. Потому что что-то их многовато. И сейчас бахнет похолодание. Похолодание, которое мы должны будем третьим уровнем мощности и форсажем компенсировать. Потому что оно сразу на 30 градусов пойдет. Это будет минус 70. Таких холодов мы еще не видали. Охотник идет отдыхать после охоты. Кайф. Вовремя перестроил, похоже. Понятно. Лучше б не трогал до утра. Эту штуку не перестраивал. Потерял только еду. Потому что охотники под утро возвращаются. Ну что, 8 часов похолодания сейчас будет. Давай-ка здесь немножко недовольства. Я смотрю, насколько я могу сверху ручки поднять. Вот оно, да? А что лондонцы не то самое не ливнули? Они уходят по одному принципу, а приходят по другому, видно, да? Так, сейчас придет первая еда. Надеюсь, сырую не пожрут. Подождут, когда дети приготовят ее. Я на грани недовольства буду держать, чтобы просто ограниченное такое значение было, реально. Разгоняем реактор. И потому что ему нужно время, чтобы действительно разогнаться. вырубаем форсаж. Недовольство возрастает. Прогревается реактор. И... Красиво. Работаем пока, друзья. Работаем. Двое больных, 19 голодных. Этот ожидает. Чего ожидает? Ледяные стены. Мы идем по широкому проходу, который образовал в разломной льду американский дредноут. Мы пораженно смотрим на гигантские глыбы, которые сокрушил и выдвинул, сдвинул в сторону американский дредноут Гефест. Возможно, скоро мы узнаем, что такое, как такое возможно. В отдалении видны очертания чего-то огромного, и скорее всего, это второй корабль, Прометей. Надо больше разведчиков, надо еще доставку ресурсов организовывать как можно быстрее. Это следующее исследование будет. Но сначала улучшение генератора, потому что я тютелька в тютельку успеваю. Возвращаемся к нормальным пайкам. Потому что недовольство, в том числе, будет скоро вызвано с... Соединение от верующей. Возвращаем припасы. Можно даже лазарят один убрать. Инженеров закинуть, скажем, на ту же самую добычу угля. 43 человека. И они еще выжившие. Горячий подземный источник нагревает несколько водоемов, и они не замерзают. Пятна морозостойкого лишайника украшают камни рядом с ними. Похоже, тут неплохое место для укрытия. Исследуем. Мы встретили беженцев из Винтерхолма, источника питьевой воды. Выглядели они неважно, а еще полностью безразличны к судьбе всего города. На вопрос о том, как им удалось избежать голода, отводили глаза и бормотали что-то про опоедание лишайника. Работяги и 7 человек. Тоже сопровождаем, чтобы не погибли. Но тут тоже не тупик. Я что-то не понял, чем Андроте. Тебя часа 3 назад свергнуть должны были. Я бы ходил по делам. Я держусь. Я держусь за власть. О, по отеплению и похолоданию, но по... А что здесь у нас происходит? Алло. Почему в целом здесь люди работают? 43 человек. Надо как-то их озадачить. Я не знаю, что мы можем сделать. То, что людям здесь не вот так вот надо сделать. Окей. Может, реально, да, начнем... Начнем подогревать, что-то добывать. Дерева много. Давай эти... Может быть, заранее сделаем бараки. Это первое. Где у нас есть... Тепло. Тут не достаем. Новый блок напрашивается. Новый блок. С домами. Здесь уголь будет. Тут, в принципе, посвободней. Криво-косо. Ну, ладно. Погнали. Пять домов. Естественно, их нельзя просто так построить. Ты должен обязательно... А, паровой центр. Сделать паровой центр. Заодно, кстати... И лесопилка заработает. Ладно, задача или народ? Что там по прожиму? Скоро здесь будет прожимчик. В доме молитвы. Ну, а сначала улучшенный генерат. Слушайте, у меня же сейчас с добычей угля могут быть проблемы. Запас совсем небольшой. Я планирую на полную катушку раскочегарить, чтобы с форсаж убрать. Вполне вероятно, надо делать новый блок. Выбор или долг? Сэр, проповедники хотят обсудить с вами недавний закон о публичном самобичевании. Мне кажется, что слишком. Мы считаем, что покаяние должно быть свободным выбором, а не долгом. Нельзя толкать леди к истине. Убершаем недовольство. Сейчас, подействительно, можно сказать, что в Лоуэр Фростбанке происходит. Пришли холода и все, и понеслась. Так, что мы будем исследовать? Я бы сейчас вернулся на пару шагов раньше для того, чтобы например, аванпосты сделать. А где, кстати, они? Это скорее изучение мира. Быстрые отряды аванпостов. Ну и только новые разведчики. Новые разведчики, хорошо. сани с ускорителями. Быстрые отряды. А я не могу, получается, больше, чем два аванпостов сделать? Или это... Из здания нельзя отправить еще одну экспедицию. Чехущий лимит один. А как это? То есть, я не могу здесь поставить ничего, да? То есть, тут максимум два... один аванпост, что ли? Аванпост-центр. Сани с ускорителем. Давайте новые разведчики. Потому что явно не хватает мне. Здесь строим на морозе. Надо начинать с обогревателя, кстати. Исследовательская станция. А, новый строить аванпост-центр может нужно. Может, он попробует, да. Двери следовательской станции снесена с петель. Внутри видны следы борьбы, сломанная мебель, поврежденные паровые, дерево, сталь. На разграбленной станции мы нашли аудиодневник Теслы. Вот фрагмент оттуда. Все наблюдаемые изменения, в том числе затухание солнца, не могут быть вызваны исключительно пеплом вулканов. Но что, если сильное землетрясение в Патагоне на самом деле было вызвано падением астероида? Ну, в общем, я бы даже вернулся. У меня такое количество резов у этого товарища. Пять ядер стали, до хрена. Давайте вернемся. Так, хорошо, допустим, технологии аванпост-центра мне стали не хватает на него. Надо глянуть. Стали мы сейчас быстренько возьмем. Так, форсаж убираем. И смотрим, что по расходу угля. Охренеть! А может это из-за того, что форсаж не выключился пока? Нет, выключился. ё-моё. Срочно нужно увеличивать добычу там, где у нас есть. Ставить дополнительный угледобытчик. как насчет исследования нового угледобытчика. можем свечнуться. Да, паровой угледобытчик. Но мне нужен не просто паровой угледобытчик, мне еще нужно посты добычи улучшать и строить новые. Но люди есть. Я думаю, надо... А там потепление будет? Не скоро. Охренеть! Так, новые разведчики меняем. идем в ресурсы. Паровой угледобытчик. Параллельно строим еще один... одну добычу угля. Пожалуй, так, потому что здесь лес мы все равно... Ну, мы скорее перенесем этот лес куда-то в другое место. Сразу же строим... Тут надо перестраивать все к чертове бабушке. Сносить лесопилку. Я отталкиваюсь от места, которое... Ну, есть отопление, проще всего сделать. Здесь нужно еще влепить три поста добычи. При всем при этом мне еще желательно бы освободить рабочие руки. Для этого нужно, видимо, грейдить добычу еды. То есть вот как раз сейчас охотники могут очень сильно помочь. Но на это нужна сталь. А сталь мне принесут через 20 часов. До хрена стали принесут. Я смогу перестроить добычу еды, освободить много рабочих и запустить производство добычи угля, потому что недовольство возрастает. С чего это вдруг? Народ голоден. Как голоден, ребят? 170, алло. Так, проповедь погнали. Чуть не забыл. Минус 70. Ну, один больной. У нас норм все. Дальше добавляем здесь посты добычи. Раз, два и, наверное, три. Дальше бахаем здесь сразу кухню полевую. И светилище, чтобы ускорить повысить эффективность этого безобразия. дальше, наверное, даже протяну дорогу. Что лучше на будущее еще за... запасы угляным хватит на 9 часов. Утром будет трындец. принимаем новый закон. Что там? Защитник истины, фанатизм идем, да? Недовольство вырастает, капитан получает титул защитник истины, он станет единым, знает, что истина, что ложно. Правит слово капитана, хранителя веры, каждая используется снижать недовольство. Ну, в тоталитаризм я не хотел бы уходить. Ну, не знаю, что делать. Оп, снижаем недовольство. Я еще хотел посмотреть, что по по изучению мира могу ли я поставить и ресурсы дискать еще с других ванпостов. Это тоже хорошая вещь. Достроили. Первый у нас пойдет работать угледобытчик. Там будет нормальная температура, как только А почему здесь мы работаем 24 часа? Потому что там два лазарета, все понятно. На кухню пару щеглов отправляем. Ну и тут рабочих. Хорошо, что все молодцы. Все могут добывать как надо. 39 лондонцев. Их количество снижается, но я должен внимательно следить за количеством проблемных. что осталось чуть больше трех дней. Если что, будут вопросы. Так. 37. Первые лондонцы решаются остаться. Сэр, кое-кто из людей, что собирался отправиться в Лондон, решил довериться вам и остаться здесь. Они говорят, что ваши недавние решения убедили их, что Надежда еще не потеряна. Конечно. Надежда у нас по полной программе работает. Все отлично. Теплое, комфортное жилье. Бойцовские арены. Собственно, пабы с... А, паб работает. Видите, как плохо. Там холодно. Ну что, минус 70. Да не хочу там ставить отдельное обогревание. Пошел добываться уголь. Что у нас по динамике? Блин, вообще. На 7 часов хватит. Ну мы еще не начали вот здесь добывать. Три штучки. А, сейчас начали. Смотрите, решено. Ох, ты, конечно, миллиметрон какой. Близкий очень. Недовольства нет. Я бы тогда немножечко тоже запасы угля начал формировать. тут один паз добычи, оказывается, не очень. Не достает, видимо, что-то. То ли полевая кухня до него. А, потому что он работает вот по такому принципу. Хотя уже 8 часов. Нет, нормально он работает. Добываем. Все вроде ок. Сталилитейки. Ну я, сейчас буду еще перестраивать угледобытчики, которые мы исследуем. А потом, возможно, вложимся в новые Сталилитейки, потому что, видите, я просаживаюсь именно по ним. Еду мы едим хорошую. Дети на кухне работают. Склад с запасом есть один. Лучше пусть он как раз... Да. Все отлично. Лес еще остался. Небольшое количество оно есть. Экспедиция вернулась в город. Новые люди, 7 человек, детей и 22... 22 человека рабочих. Отправляем следующую экспедицию. Целых 2 дня. Лондонцы как-то очень медленно их количество уменьшается. Всем, кто пришел, уже есть дома. Для всех тех, кто пришел, есть дома. Они голодные, но в целом нормально у них все. Как можно сейчас улучшить... Что вот сейчас можно сделать? У тебя плюс 30 человек. Думай. построить пару складов. А, вот что я хотел сделать. Точно. Исследование мира, проверить аванпост. Мы можем еще один построить? Да. Это очень важный момент был. Но я не помню этой механики, друзья. К сожалению. Такой вот я нубас. А может, еще один можно аванпост построить? Об этом узнаем. Только легкое обморожение где? А как ты там умудри... Я понял тебя. А че здесь? Не, убираем просто детей. А что они здесь работали-то? Почему обогрев не доставал? А, это полевая кухня. Тогда понял Триндец там холодно, конечно Как ты построил полевую кухню? Я думал, она себя обогреет Но нет, это было Список Сэр, нам принесли длинный список имен Под названием Фива, полный реестр Ага, автор клянется спасением души Что сведения верны, он лишь хочет, чтобы Они раскаялись Так, давайте, люди раскаются Угледобытчик улучшен Давайте выберем, что исследовать дальше Сталилетейка, топ-1 Погнали Выбрано сразу, потому что стали нет ни хрена Паровой угледобытчик будем перестраивать Но в конце дня, тем более у нас стали нет Перестраивать будем, наверное, не радикально Там Добычи угля все равно не хватает Как так? Почему? А, потому что периодически отключаются Видите, да, угледобытчик нужен То есть, как только угледобытчик не справляется С вытаскиванием угля на поверхность Начинают простаивать посты добычи И вот такой вот получается Очень нехороший момент Так, скоро можно будет прожать Здесь можно прожать уже Процессию И вернулись Много стали, много дерева Много паровых ядер ХЗ, что делать? Переполнение Древесину Склад Сталь Склад Древесину Склад Отправляем этого Вот это сюда Сейчас надо создать еще А что мы тут не сделали? Или еще в процессе В процессе строительства дороги Еще один, пожалуйста Технология ванпост Есть у нас еще один ванпост? Нет, только два Окей, тогда внимательно выберем Что будем доставлять С чем у нас, с каким ресурсом проблемы То-то будем выбирать Много стали Я делаю Сталилитейный завод Забыл я про этот приход С ресурсами Что можем сделать? Ну, перестроишь В конце рабочего дня Угледобытчики Все три перестроишь Раз, паровой угледобытчик Два, паровой угледобытчик Три, паровой угледобытчик Погнали Слушайте, я бы сделал еще пару мастерских Если поместится Потому что Ученые, инженеры у нас есть Просто Тут не помещаются Жить и планет Как насчет охотников И освободить людей Сделать грейд Парочку охотничьих У тебя запас есть по еде Один перестроим Ну, когда мы Угледобытчики Улучшим Нам нужно будет Добавлять еще Посты добычи Куда-то сюда Тоже задачка та еще будет В текущую Инфраструктуру Добавить посты добычи Тридцать пять человек Свободных Тридцать пять лондонцев Осталось два с небольшим дня Как, 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 как Вот что они хотят Я прожимаю кнопки Надежда повышается Недовольство возрастает Почему? Непригодная пища Какая непригодная пища? Лучший суп Лучший суп Почему непригодная? Может из-за голода? Может кухню вторую Отгрохать Это вроде полевые кухни Давайте я сделаю Резервную кухню Так, тридцать два лондонца Не, плохая динамика Очень плохая динамика Гуля хватит До утра только Давай сразу тогда Организуем посты добычи Там, где можем Здесь шикарные посты добычи Две штуки Они под бафами стоят все Но не прокормит он Тут вроде тоже всунули кое-как Этот пост Тут тоже вроде достает Окей Так, ну уголек Мы Хорошо можем тиснуть Прям Может от наматона Нет, мы не умеем это делать Ждем Голодных почти нет Больных почти нет Стройки идут в комфортных условиях Ночная процессия началась На тридцать два лондонца Как были, так и остались Черт его знает Че от меня хотят они Их смущает Сверхурочная работа, друзья Давайте я Уберу все-таки Сверхурочку оставшуюся Ну они очень, конечно Расстраивают меня А где сейчас Сверхурочная работа есть? Ой, подождите Так, надо отправить народ Новый отряд И чего мне не хватает? Какого ресурса? Пока что угля не хватает Но в целом, скорее всего Стали не будет хватать Так что давай экспедицию На сталь Это еда Это лес Это уголь А стали нет, да? Давай сюда, ладно Оправляем транспорт Пора вспомнить про то, что Больные Больных людей Не помещаются они В В лазарет Их очень много Этих лондонцев Тенденция горстка Откажется от замыслов Тенденция такая Горстка Что делать Что делать Что делать Что делать А где еще 12 Сверхурочных работ Такой Как? Где? От недостатка Отключения Ну вот это вот Точно нужно смерть Считать как смерть Это мой косяк Это вот я прозевал Лазарет И человек не дошел То есть Просто не дошел Ну я переигрывать не буду Потому что в первой миссии Такая Я все вспоминаю Все эти механики Еще не факт Что я выиграю Потому что осталось Времени тут 2 часа Толпа недовольных У нас уголь закончился У нас закончился уголь Оооо Уголь принесли Хорошо Включаем генератор снова Ну сейчас должны включиться Новые угледобытчики Которые в 2 раза Эффективнее работают Чем предыдущие Да это прям вот Это не скриптовая смерть Это смерть Потому что Я прозевал больных Что по тенденции угля Легкий плюс по углю В данный момент Сталилетейку бахнем Грядет потепление Естественно Сейчас вылечимся Нормально Единственное Я бы хотел Знаете что Вытащить еще Каких нибудь Инженеров Из мест Где Они не настолько нужны Что просто тенденция была Хорошая На лечении Соединение от верующей Еще ресурсы получили Проверяем Что можно прожать Ничего нельзя прожать Много ядер Можно перестроить Охотников И еще рабочих Освободить 26 лондонцев Нет Динамика такая Что Я не успею Что по законам Дома исцеления Дома исцеления требует Налечения инженеров Приходит лечение Через больных Дает бонус надежды Всем пациентам Не так нужно мне Новая вера есть Надежда больше не проблема А лондонцам придется Отказаться от своих взглядов То есть Мы в принципе Можем Не разговаривать С лондонцами То есть Если не сможем Решить задачу Мирным путем Мы просто устанавливаем Религиозную диктатуру И все Ставим людей Через факт Перед фактом Так на кухоньку Бы еще Отправить Улучшенность После окончания Этого дня Но Сейчас нужно будет Еще понять Что мы Будем исследовать Дальше Дальше у нас Потепление Похолодание Похолодание Но как бы Похолодание будет Сначала потепление на 20 Потом похолодание Сначала на 10 Потом на 10 Ничего страшного Такого нет Можем попробовать Пайк Вот что можно сделать Можно сейчас Попробовать Решить проблему Будущую С Стеной Бур Лисопилочка А есть ли у нас Проблемы с деревом На данный момент Нет Можно Увеличить Эффективность Генератора Хорошая тема Уголь Просто Сэкономим Быстрого Отряда Ванпостов Тоже хорошо Разведчиков Лимит Там есть что Исследовать Но если и дело То сейчас Это мне людей Поможет Привлечь Тоже Надо начинать Все таки С более Высоких 15 часов Ну С более Простых Технологий Более Скоростных 17 Тюремоизоляция Поста Добычи Неплохо Но мы Справляемся Улучшение Склада Ненужным Угледобытчик Нам тоже Вроде Ненужным Шахты Это через Ядро А мы На угледобытчиках Это нам Ненужным Давайте Стены Бур Очень быстро Сделаем И решим Проблему С Заканчивающимися Ёлками Здесь Закончится Скоро Здесь Мы не Собираем Здесь 400 Более Менее Да Охотников Будем Перестраивать Чтобы Освободить В целом Сталь Есть Да Давай В конце Этого Дня Мы Перестраиваем Две Сталилитейны И на Сдачу На Стальные Ресурсы Перестраиваем Оставшихся Вот этих Охотничьих Хижин Для того Чтобы Рабочие Руки Новые Появились Мы Смогли На места За углем Или еще Куда-то 26 Лондонцев Мне не нравится Недовольство Вот этого Это к чему Оно такое 15 сверхурочных Схем Смен Это видимо Да Из-за того Что мы тут Уголек Добываем Сталь Можно пока Унести Уголь Мы все равно С вами Сейчас будем Экономить Точнее Сейчас будет Потепление На завтрашнее утро И уголь Нам не особо Нужен Так что Можно Знаете Что сделать Все-таки Переключиться Уже На 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 минимальное Недовольство Так Ставим Заставу Будет нам лес Приходить Перестраиваем Улучшенные Столитейные Раз и два И Охотничий Да Парочку Хотел сделать Охотничий Ангар Раз Два Этот криво Просто стоит Не знаю Перестраивать Или не перестраивать Ладно Давай Все Всех охотничьих Перестроили Еды будет валом На самом деле Хотя Тебе не нужно Перестраивать Тебе Это просто Не нужно Будет Там Эффективность Возрастает В полтора раза Смысл Как раз В том Что Тебе Всегда Нужно Рабочек Еще Отправить Лазаретик Плохо Работает Давай Кому Здесь На 24 Часа Все-таки Сделаем Чтобы Решить Проблему И с Пабом Получается И с Лазаретом Вот Она Хорошо Недовольство По минимуму Проповедь Пошла Здесь Еще Два Распоряжения Капитана Делать Не надо Наверное Потому что У нас Нет Недовольных Голос Капитана Сэр Там Драка Драка Толпа Верующих Собралась На улице Чтобы Обсудить Новый Закон И Скоро Началась Стычка Капитан Глаголит Истину Как вы можете Хоть на миг Усомниться В этом Гневно Воскликнула Женщина Женщина Крепкий Рабочий Серьезно Ответил Ей Он Наш Правитель Но он Тоже Человек И может Ошибаться Как и Все мы Инженер Который 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 Не Не Дошел До Больницы К тому Подтверждение Наши Религии Пророки Не Нужны Я Закон Я Не Безупречен Эффективность Голоса Капитана Снизится на 50% А Голос Капитана Не Хотел Использовать Как раз Надежда Возрастает Недовольство Нормально Потому что Распоряжение Капитана Это Вот нам Вот что Нужно Сделать Недовольство В ноль Надежда Просто Если бы Только Взрослый Не Умер Но Остается День 12 Часов Лесопилка Закончилась Демонтируем Сейчас Будет Потепление И Можно Попробовать Лесопилку Включить Эту Да и Эту Тоже Можно Включить Просто Точечный Обогрев И Все Ок Ох Еды У нас Наверное Запас Такой Будет Нам Не Показывают Пока Но Там Перестроенные Охотничьи Будут Не 16 24 Приносить Рабочие Освободились Ну и Под утро Снижаем Уровень Мощности Генератора Потому что У людей Так Хорошо Будет Еще Лучше Новые Больные Вроде Ок Три Лазарета Помещаются Недовольство Возрастает Почему Генератор У нас Отключен Не понял Угля Нет Как Там же На Все Хватало Покидают Отряд Лондона В ряде Лондонцев Ладно Генератор У нас Медленно Остывает Я Включу Добычу Здесь Пораньше И здесь Пораньше Чтобы Они Смогли А там Куча Все Рано Работает Да Здесь Ненужно Пораньше Да Холод Дома Холод На Работе Все Пошла Нам Принесли Наконец Этот Уголь Доставили Опоздуны Все Резко Недовольствие Снижается Холод В домах Уходит Опять же Сверхурочка Только Расстраивает Да А кто Кто Работает Сверхурочно Нет Посты А вот Пост Добычи Хорошо Ладно Все посты Добычи Норм Включаем Генератор На троечку У нас Минус Пятьдесят Везде Комфорт Просто Шикарно Изучены Технологии На лес Куда Идти Может быть Может быть Дома Может быть Куда Куда нам Идти Исследования Мира Еще Не Снаряжение Воздушное Хорошо Еще будет Не 20 А 37 Не 26 А 37 Короче Хороший шаг Стенной бур Говорят Можно построить Их Может быть Два Но я строю Пока один Потому что С лесом В данный момент Проблем нет А тут Не надо Ну Надо еще Об обогревании Думать Начинаем Потихонечку Запасать С углем Ну Остались Сутки Всего лишь А мне 20 лондонцев Которые Которые Почему-то Против Минус 50 Минус 60 Джет Подчеркивание Поддержал Ваш канал О, джет Привет И сообщает Добрый вечер Чимандер Привет Досмотрел Давечи Прохождение Второй Готики Последний Стрим По ней Растягивал На пару Недель Лампово Получилось Пи С Я чувствую Как энергия Течет Не знаю Преград Да Нифига Себе Круто Запас Толпу Все Недовольство Все Нормальное Я бы Ладно 20 лондонцев Слушайте А если я Не успею То это ГГшечка Да То есть Мне либо Принимать Закон А подождите Эти люди Просто уйдут Ничего страшного Ну это не хорошо Но это кажется Не конец игры Насколько я помню Что мы можем На бур Кого можно На бур Отправить Холодно На рабочих местах Вот в чем проблема Здесь была Еще Я Не включил Обогреватель Прохладненько А это Светилище Окей Не совсем То что Хотелось Так Лесопилка Все Будет Демонтироваться Но свободных Ледей нет Все равно Мы добываем Разноплановые Ресурсы Делаем Исследования Немножко Бустанул Исследования За счет Черной Молитвы Это прям Уберем Чтобы все были довольны С едой Больше проблем Не будет В ближайшее время Друзья Надо что-то Сейчас делать Другое Что делать Готовываться К похолоданиям Нет смысла Эффективность Добычи Угля Можно в принципе Десятку взять 15 часов Всего лишь Там раз И два Погнали Морозная Роща Древесина Осматривая Деревья Отмеченные Крестами Мы обнаружили Под каждым Неглубокую Могилу У покойников Отсутствуют Большие Куски Плоти А на некоторых Костях Есть следы Медвежьих Когтей От трупов Были отрезаны Куски Теперь мы знаем Как выжившие Источника Спасались От голода Мы не будем Трогать Могилы Но можем Срубить деревья Получать Древесину 260 И это тупик Это очень хорошо Значит Нет Третьи Добытчики Не нужны Мы отправляемся Домой Этими разведчиками Исследования идут Возможно Стоит уже думать О каких-то Более теплых домах Похолодание Будет сначала На минус 10 Потом еще на минус 10 До минус 70 Но мы там были Можно пока не похолодало Отстроить Например Складов еще Ну где-то на отшибе Без обогрева Просто чтобы это сделать Сейчас А не когда будет Холодно 19 лондонцев Но осталось 15 часов Ну что Вводим диктат Или нет Как вы думаете Выжившие Новая почка Почка Новая пачка Когда мы Приблизились к пещере И обитатели Достали оружие Укрылись за стеной Перегородив вход Они плохо выглядят Слабые Это недоедание Недоедание Болезни Поговорить Когда Напасть на них Поговорить с ними Присоединиться Почему бы не поболтать Видя что у нас Нет плохих намерений Американцы Рассказали Как вершили Правосудие на тирана После того как Изгнали Из города Мы погребли Стерзное тело Теслы В пещере Направились домой Забрав с собой Бедняк 35 человек Тут развилка есть Туда мы вдвоем Потом отправимся Как освободятся Эти доведут Тебе принесут 17 лондонцев Ребят Что делать? Врубай диктат Лигг Серьезно? Такой выбор Пока 12 часов Как вообще игра Может закончиться Из-за того что Какие-то 17 человек Из 350 Ты их типа Не уговорил Поставить Обогреватель На угледобыче Справа И покайся Обогреватель На угледобыче Зачем? Люди покидают Ряды лондонцев Осталось 15 Но 6 минут 6 часов Друзья Хавчика нет Че у нас Исследование Новое Там Хавчика будет Сейчас Всем хватать 5 часов Сегодня в Шанхае Существ Корону А Локдаун Класс Ребят А вот 100% Что я проиграю Если Если всех Лондонцев Не переведу На свой Точно говорят Блин Температура Температура падает Включаем Генератор Помощнее Ну все Они уходят Каждый Короче Погнали Новая Вера Подписать При выборе Новой Веры Все Кто Выражает Сомнения Будут считаться Предателями Веры И уперями Все Должны Быть Преданы Нашему Общему Делу Те Кто Не следует Общему Пути Останутся На обочине Некоторые Лондонцы Умрут Блин А точно 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 Я проиграю Если Лондонцев Не убедите Только Один Металлмен Писал Ладно Писать Сэр Недовольный Народ Бунтует На улицах Требует От вас Прекратить Створить Безобразие Люди Тверждают Что Суть Веры В другом Вы уничтожаете Все чисто И прекрасно Ради Не Короче Я попробую Проиграть Если что Не будем Принимать Поспешных Решений Ну не может Игра закончится Поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Добрый вечер Миша Добрый вечер Поздравь меня С повышением Хорош И хорошего тебе Стрима Звездочка Поздравляем Поздравляем Игра не закончится Говорит Карден О чем Металмен Говорит Закончится Верь мне Аааа Металмен Надо подбанить Ооо Видимо Эти лондонцы Просто ливнут Да я не помню Сведения От верующих Хорошо Два часа Осталось Условия Труда Шикарные Ну Из-за Исключения Вот этого Места Странного Там холодно У стенного Бура Убрать Сверху ручки Я толку 14 лондонцев Ладно Уберем Вообще Сверху ручки Реально Если успею Все Нет Недовольных Нет Недовольных Все Надежда Только Надежда Вера И Надежда Надежда Возрастет Все Плетками Их Плетками Нагайками Добыча Угля Древесины Все Есть Живем Прекрасно Какие-то Лондонцы Все 14 минус Металмен Такой вообще Руинер Он уверенно Говорил Что игра Закончится Вот пес Давно Он на ГГ не заходил На НТВчик И пересматривает Рикоповариков Фошки Да Этого добра Много У нас сегодня Наконец-то Пофиксировалась Доставка уведомлений Многие из вас Письма сегодня Получили О начале трансляции Об анонсах Что там у нас Они уходят Сэр Настал час Лондонцы В последний раз Собрались у генератора Они собираются Покинуть город Это вас пошли Не шанс удержать От группового самоубийства Чтобы они не делали Не говорили Все равно Не чужие Не чужие Не учли Уровень одежды Высок Большинство Лондоновцев Останутся Пусть хранители Остановят Получат рану Некоторые умрут Отпустить Оставайтесь Оставайся Вальчик с нами Сколько Все равно ушли Там их 14 Ушло Раз в 3 4 5 9 человек ушло Как грустно Надо было убедить Их остаться Они все погибнут Может они правы Может лондон Последний надежда Сколько ушло Лондон покидают пределы города одна женщина на мгновение останавливается перед вами кажется она хочет что-то сказать но лишь вздыхает качая головой и идет за остальными вскоре они исчезают запеленной метели а их следы заносит падающий снег снег сколько ушло ну сколько ушло ну и хрен с ними игра продолжается мы не перешли нас на путь тирании все отлично будем проводить ночную процессию раз так начинаем сов для фронта все для победы за переключаемся короче на на более плотный график работаю недовольным привет хорошо хорошо так только надо вот это вот убирать вообще выключать больные люди мы просто выключать убирать отсюда людей молчаливый протест сэр мужчина бросился вниз генератора его вдова здесь и ей нужны ответы он она пытается понять что произошло он был таким тихим никогда против вас ничего не имел капитан а теперь некоторые говорят что он сделал знак протеста против ваших религиозных реформ слышите я остановился священники говорят нет он так хотел показать преданность вам не знаю чему верить почему он так поступил вы же защитник истины вы должны знать но священники правы что тут скажешь я не выноуин эффективность генератора повышаем что у нас еще осталось здесь радиус не нужен муфты нет радиус центром нет обогреватели пока нет радиус только за это да изучение мира что у новой разведчики нет сани с ускорителями возможно быстрее отряда аванпостов неплохо что по резам лесопилка термоизоляция добыча поста может домики уже пойти а комфортное жилье все дела ну деньги есть почему бы и нет домики новая конструкция дома на похолодание на грядущие склады начинают психончику ломиться от и начинаю запасаться уже недовольство вырастает из-за того что больше сверхурочного ну а что а что я могу сделать я старался ради группу людей которые ливнули просто зачем все вроде отлично так проповедь нам нужно да делаем проповедь готовимся к перестройке домов но скорее всего мы сначала сделаем дом потом новую конструкцию дома и после этого на это нужно огромное количество ресурсов так вернулась бригада хорошо хорошо что склады достроили видите как вовремя здесь все исследовано отправляем на каменный корабль еще одна экспедиция вернется с новыми людьми кстати у меня же не же домов-то нет мне же притык свободных коек 28 не совсем притык но я бы построил очень какой-нибудь барак и игра конечно очень залипательная тут столько классных механик недовольство падает надежда растет пришли новые им как раз мы быстренько сделаем еды тоже хватает ядра есть можно кстати знаете что еще сделать стены бур 2 отстроить ну пока не там температура только на уменьшение идет на понижение чем дальше тем будет сложнее угольная шахта тоже не нужна мы на другом сидим здесь и паровой построим только нужно тянуть дорогу вот так скажем правой можно строить столько да на пересечении где-то здесь потому что что-то придумаем тоже количество больных увеличивается но вполне терпимо голодных тоже кормим на кухне добавляем людей так как видим что не справляются с переработкой сырой еды как то так и вот уже утром ну а ожидает я что-то моргнул а знал ли ты что если сначала отправить разведчиков к уже исследованию на локации рядом с исследованный дойдут перенаправившиеся конечно там же отображается сколько времени займет несколько решений уже было принято либо возвращаться либо идти дальше в зависимости от того сколько туда сколько сюда и сколько там на руках бабла возвращаются охотники приносят пищу конечно строительство такое неорганизованы очень из-за того что опыта маловато сырую еду быстро переработаем в кухне в кухнях увеличилась почти в два раза производительность ну и все в комфорте друзья ну и за исключением мест которые не нуждаются в отоплении да там похолодание похолодание но к этому моменту мы скорее всего с вами домики все перестроим то есть будет просто будет просто греться ночью и вполне вероятно а он тебе про буст пишет а мишка не понял а если ты из дома отправляешь в изученную локацию из дома отправляешь в изученную но а то есть типа про проторенные дорожки если понятненько нет вы не знал все понял не ну здорово тут механик видите как так изучена технология дом но дом очень дорог поэтому конструкция чтобы минус 10 стали минус 10 стоимости хотя вроде деньги есть но это так кажется начнешь перестраивать все эти домики 37 штук у тебя уйдет почти вся сталь а нет какая вся сталь тебе не хватит он же не 10 стоит он же до хрена стоит он стоит 25 35 то есть леса не хватило бы стали не хватило бы что сначала мы пытаемся склады нужны еще что там случилось у вас нежданные гости капитан группа изможденных выживших добралась до города избивчивость к миссии по они долго шли многие погибли в пути все время повторяют урок настигнет нас за ним следует множество беженцев оооо ой я кажется начинаю вспоминать к чему это все там типа 200 человек придет надо прикидывать блоки у нас есть где строить что делать да можно даже потихонечку и отстраивать с едой тоже будут проблемы то есть надо запасы еды готовить но не готовится на самом деле готовится готовится давай еда охотничий ангар охотничий не требует отопления их можно спокойно ставить над шибин еда для голодных сэр хранитель веры нашли чей-то незаконный схрон еды он довольно большой так что хотят раздать еду нуждающимся конечно надежда сейчас просто идет в потолок надежда в пол надежда в пол ну как газ в пол ну да склады на пайки исследуем дом ну вроде норм а они придут вот группа людей семьдесят человек но это не не очень много семьдесят человек это не проблема но нужен новый блок просто как что здесь холодно хотя наверное надо кривые дома очень криво сейчас строительство придет просто как это ж все нужно атапливать понимаете дues Не успеем исследовать улучшенную конструкцию домов. А нам бы перестроить их до того, как начнется жесть. Стихийная застройка у нас в такой городе применяли. Я быстро учусь. Запасы угля делаем. Склады готовим. Запасы еды. Запасы еды полтысячи уже. Чуть-чуть конструкцию дома не успели сделать. Чрезвычайку врублю, человек умрет. Снижаем недовольство распоряжениями. Минус семьдесят, минус восемьдесят грядет. У Атома... А, да, через шестнадцать часов они придут. А я успею построить дома. Один больной, голодных нет. Один голодный. Класс. Температура падает. Ну что, падает и падает, как говорится. Конструкция дома. Так, термоизоляцию домов сделаем сразу или как? Или, может быть, посты добы... О, термоизоляция, поста добычи. Вот что нужно было сделать. Потому что они сейчас... Явно у меня тут немножко, видите... Хотя, может, там... Да, там еще не началась работа. Но все равно правильно. Новые пришедшие товарищи начинают перестраивать постепенно дома. Начинаем с кольца. Ну, в смысле, с... МКАДа. Бездомных сто двадцать человек. Ну, строимся потихоньку. В целом, у них нормальные условия, там приемлемые. Что случилось опять? Сведения. Хорошо. Так, тут индивидуально. Нет, давай, не жалеем. Все равно никого нет. Охотники пока не будем. Это просто отстроили, чтобы потом... Не надо было строить. Ну и перестраиваем. Джоке подарил один тренер. О, Джоке, спасибо за подарок. Драгон Прайм, видимо, беляко. А почему не делаешь фабрику производства автоматонов? Ну, я стараюсь... Там просто целая ветка исследований. Пока у меня есть люди. Автоматоны нужны тебе тогда, когда у тебя проблемы с живым населением. А у меня все живые, нормально. И там целая прям вещище, вещище. И при этом многие вещи не сделаны, типа как утепление, там какие-то новые дома для тех людей, которые работают. Тем более на автоматонов, кажется, нужны ядра. То есть он заменит там, не знаю, человек 40, наверное, цепей и все. Там будут миссии, где без автоматонов никак, но конкретно здесь они усомнившиеся. Капитан, тут пришли верующие. Они привели с собой мужчину, который осмелился создавать вопросы. После того, как праведные услышали ваше слово прошлой ночью. Их вера в капитана нерушима. Что будем делать? Отпустить. Надежду хочу просто на фул. Мы идем к светлому будущему, друзья. И нас не остановить. Термоизоляция постов добычи быстро делается, поможет. Есть еще один. О, эффективный сбор. Во, 15% это нам на все вот эти вот посты добычи. Дальше продолжаем перестраивать, перекраивать дома. Такое грандиозное строительство начнется после окончания рабочего дня. 300 человек без крова. Еще новые придут. Больных нет, я бы убрал. Инжей пусть строят. Ферму тоже надо было докинуть народ. Еда есть. Опа, объектство в отборе. Городу подошло множество людей. Многие из них нездоровые. Они говорят, что к нам движется невиданная погодная аномалия. И что без нашей помощи они погибнут. Мы бы такое не пережили. Повезло, что полярный исследователь Нансен предупредил нас о грядущей катастрофе и сказал эвакуироваться. Пожалуйста, впустите нас. Мы примем всех. 70 человек. 30 из них больны. Да. Возвращаем Инжей. В лазарет им. Строим еще один лазарет. Об этом, может, это не последнее. Грэнсон поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Майка, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за суперинтересный стрим. Скажи честно, тебе эта игра напоминает жизнь в родном городе. Воркута, Воркута. Город с юной, суровой судьбой. Перестраиваемся. Голодных накормим, больных вылечим. Один, правда, больной. Прям больной. И если сейчас... Быстро кто-то не вылечится. Идет на лечение, идет на лечение, идет на лечение. Менее часа выйдет. Хорошо. Но я бы построил еще один, а то и два лазарета. Все, все больные. Да как вы там дорогу-то не построили? Ладно. Ничего не отключится, я верю. Все равно не помогло. Хотел поставить, так что потопление доставало. Радиус можно увеличить. Вот, хватит. Задача у ребят сейчас перестроить дома. Надежда снова растет, ее не остановить. Ну и перестраиваются люди. У них очень комфортно сейчас все должно быть. О, комфорт, прям в домах комфорт. Видите как? Меняются домики, прям растут на дрожжах. Там с хорошим запасом. Даже думаю, если бы я бы сейчас выключил. Там минус пять, плюс семь, минус пять. Класс. Больные еще 30 человек. О-о-о, стоп. Еще лазарет минимум один, а скорее всего два. Место для лазаретов. Давай новое место для лазаретов. Не могут погибнуть. Не могут погибнуть. Ядры ушли в лазарет им. Так, разведчик дошел. Знаменитые детали ландшафта морозных земель пригодятся как ориентиры для будущих. Мы не обнаружили ничего ценного. Смотрим дальше. Припасы в снегу. Да, очень много приходится строить. Количество больных, конечно, такое. Строится раз лазарет. Этот первый будет достроен. Как бы они не померли. Еще десятку взяли. 40 больных. 20 ждет. Еще десятка. Хорошо. Паровые ядра древесин. Дредноут. Из дредноута забрали всю полезную технику, но обшивка позволит получить много стали. Так что основать здесь таванпост вполне разумным. Да. Так, эффективный сбор. У нас сейчас увеличится добыча угля на 15%. Что еще хорошего можно сделать? Глянь на ресурсы. Еда есть. Стали маловато. Есть ли еще способ улучшить добычу стали? Нет. Уже нет способа. Паровой стеной нам не нужен. О, давайте склад улучшим. Очень быстрый грейд. Семеро больных. Кстати, они уже помещаться должны. Раз, два, три, четыре, даже пять. То есть вот эти вот, это, ну, страховка. Может быть, не совсем нужные. Отчаявшийся отец. Один из жителей тихо ушел из города ночью. Он оставил такую записку. Капитан, извините, что я покинул свой пост. Мне надо идти за лондонцами. Я должен вернуть дочь или хотя бы умереть с ней. Если смогу ее убедить. Простите, но я не могу бросить своего ребенка. Ты же уже бросил, дурунда. М3НС поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает. Добрый вечер. Добрый. Хорошего стрима. Хорошего. Сложность средняя или макс? Сложность максимальная, я еще без паузы играю. То есть паузы такие, когда вот читаешь и когда строишь вроде как. Так я пробил, не трогаю. Да и я, кажется, там я галочку поставил, что нет паузы. Под снегом несколько ящиков. Но я наошибался здесь уже. То есть тут уже была смерть не скриптовая. Так, давай возвращаться тогда. Похоже, что все. С больными решим. Уже решили, фактически. Вторая группа. Ооо, еще 70 человек. Еще одна гигантская группа людей подошла к городу. Их состояние еще хуже, чем предыдущих беженцев. Многие страдают от обморожений. Все не твердят, как о кошмарной буре, что движется с юга. Нансен увел нас на север, потому что за годы исследований Арктики научился тут выживать. Используя природные ресурсы, правда, никто не ожидал такого. Примем всех. Капец. Ой, тяжелобольные 25 человек. Ох. Инжей достаем отовсюду. Идет на работу, на лечение. Еще Инжи. Мне не хватает места свободного. Еще 13 человек лечатся. И это, похоже, не последняя группа. Надо строить еще один лазарет. Так, а мы можем полевой кухней увеличить эффективность? Не, не работает на лазареты. Так, большой склад нет, термоизоляция поста добычи может быть. Ну, друзья, я заканчиваю на сегодня. Дадидо поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Все, друзья. Спасибо, Майкер, за наше счастливое детство. В 30-то плюс лет. Ну, и еще интересно, как новая озвучка прочитает Ник. Дадидо? Дадидо. Что-то в этом роде. Короче, здесь еще не конец. Самое интересное и самое сложное. Приходит группа людей. Больные, голодные. И сейчас будет усиливаться. Ну, короче, будет становиться все холоднее и холоднее. Я уже просто слышу запах ужина и понимаю, что за 20 минут я тут никак не уложусь. Буду торопиться, люди будут умирать. Поэтому мы ставим на паузу и увидимся с вами завтра. Начнем, скорее всего, даже пораньше. Приходите, часа, наверное, в 3, что ли. И поиграем. Фростпанк шикарен. Как продукт, просто великолепный. Так что спасибо, что смотрели. Спасибо, что зашли на ГГ. Подписались. Получаете уведомления. Заходите, не пропускайте стримы. Общайтесь в чатике. Хорошего вам вечера. Спокойной ночи. До завтра.